Всем привет, с вами с вами я Варё, и мы продолжаем бесконечное лето, вот все дни лета, день шестой. Так как я читал на трансляции, то я останусь на том месте, где я сохранился. Ну, я могу одно сказать, я прочитаю полностью шестой, седьмой день и концовку. Так что это будет, как-то можно сказать, по последней серии, по этому роту. То есть, конечно, я доживу до этого. Ладно, начнем. И хвала рандому, что в некоторые особые пикантные моменты она оказалась просто не в курсе. Например, про баньку со Славей, вот это да. Хотя, если судить по ее взгляду, кое-что она просто решила не передавать огласки. И не смогла, ту же гуделку вспомни. Хотя, надо признать, разведка у нее на высоте. Значит, в любом охоту на ежика и концертный номер составлю. Конечно. Прекрасно. Вот еще на эти у меня вызывают сомнения, все-таки. Очень личное. А, пикантные места она все равно рисовала. Она против мне вторую пачку, прихваченную канцелярской скрепкой. Следующую картинку Мику одобрила мгновенно. Содрогающая от баса, подпрыгивающие колонки, рукоплещущий зал и на сцене она. А, все-все-все-все, нет-нет, нефикантные места это просто. Это Мику на концерте. Миниатюрная хрупкая фигура с длинными лазами постами. По-хулигански держащий микрофон. Оставив левую ногу назад на носок, она невежливо тыкает пальцем в зал. Похоже, она только-только разогрелась. Начал получать удовольствие от выступления. Во, как раскраснеет щеки. Вон, как блестят глаза. Этого не помню. Ты не должен, это было еще до твоего появления. Если я ничего не помню, то это кадр с открытия сменой, да? Я так еще... Звейтесь с кострами, пела. Звейтесь с кадром с кострами. Лена кивнула. Это однозначно да. Лена кивнула спрятала одобренный рисунок обратно в папку. Ведущая, как заправский диск-диск-дирокей, придерживает наушников у уха, оставляя второе свободным. Что-то крутит на микшере, параллельно улыбается и пританцовывает. Одобряю. В роли диджея до сих пор мне попробовать не приходилось. И знаете что? Мне понравилось. Дальше пошли в быстром темпе. Мику наушников у микрофона. Ради ведущая. Ну нет, это... Это то же самое, что и на дискотеке. Скучно. Концерт Мику у костра. Знаете, это лучше тоже не ставить. У меня есть с этим вспомнений нехорошие связанные. Ооо. Ооо, вот. Это правильное решение. Это правильное. Она бросила косый... Косый взгляд в мою сторону. Что? Я знаю, что я виноват. Ну, не в таком. Бля, точно я виноват. Снимите, убью. Подождите, я опять забыл очки. Почему я такой заблоченный? Ой, ё-моё. Я думал, что глаза немножко болят. А, вот почему я очки не одену, и всё. И пошло-поехало. Ку-гу, своя бля... Ку-ку-ку-ку. Вот. А я вздохнул. Что ещё мне оставалось? Мика быстро-быстро прористала оставшиеся рисунки и кинул, отдала их рени. Ты как лагерный фотограф. Похвалил её художницу. Да нет, просто... Обычные фотографии делает дядя Боря, сенсей. Но у неё совсем нет времени. Это у профессорка? Она немного помолчала. Видимо, не знаю, как бы повежаве отклоняться. И тут вспомнила. Да, и последнее. Это вам в подарок от меня лично. Та самая картинка? Ага. Между собой разберётесь, кому она пойдёт. Наконец-то я увидел, над чем горевала нелюдимая девочка после нашей смеку вечера. То примерно, что я и представлял себе, когда в очередной раз попытался посмотреть себя со стороны. Безотказное средство немного сбить мандраж. А учитывая, что в этот момент ко мне прижималась малознакомая на тот момент японская красотка, ничего удивительного в некотором мандраже не было. Достаточно симпатичная сцена, подходящая больше для какой-нибудь сценки из фильма, книги или игры. Назовитый лунным цветом пляж, в котором песок больше походит на снег. И в самом центре этого снежного поля замерли две фигурки. Та, что побольше, ощутимо напряженная. Хоть и лежит, забрось в руки за полу. А та, что поменьше, напротив, получает кучу удовольствия. Судя по расслабленной хозе и заброшенному сверху колену. Как ты ещё и ногу на меня забросила. А что было поделать, Сенечка? Ты там нервничал так, что я решил, что ты сбежишь. Вот и пришлось немного подстраховаться. Вот в чём прикол этого чарта неудобно было. Я думаю, что на пляже так думает. Что же мне было неудобно? Чего мне коленка чесаться? А тут вот почему, блин. Спасибо, Лена, тебе знаю, почему мне коленка болела. Они спились, сговорились. Ты этому удивлял? Они же соседки и, безусловно, подруги. Собственно, танцы Мику при унике я уже даже не удивился. И исчерпал свой ремит. Лен. У меня открылась новая, незнакомая до сели Лена. Какой она могла бы быть только с самыми близкими друзьями? Это что значит? Не допустить до тела в обидно чёртов компромат? Лена шутящая, улыбающаяся, лукавая. Ты мне преследишь, что ли? Подходит, есть столько компромата. Может, она маньячка-пистехопадка. И у нее под кровать огромный топор для разделки мяса. Нет, я просто за Мику приглядываю. А ты постоянно на глаза попадаешься. Куда еще вокруг нее угреваешься? У нас уже не Семенок. Блин. У нас уже не Семенок. У нас уже какой-то Семенок получается. Ну, извините, я тут ходил за ней туда-сюда, потом искал все туда-сюда. Ну, потом шли месяц куда-то туда-сюда. Ну, вот получается, что я сюда, так, куда сюда шел. Так я тебе не поверил. Так я тебе и поверил. Не верь. Ну и что с ней делать? Строить обыски с ордерами? Или что? Смириться. Дальше, если она захочет сделать что-то с этими рисунками, ты для нее уже через день станешь у нее узримым. Так что оставь девочку в покое. Пусть ее. Спасибо. Ладно, это вот. Я показал нас Семена с объятиями. Под слоями и танцами. Я заберу, потому что очень нивичная и память. Ты не против? Нет? Фух. Она помотала головой. Ну вот, а остальные можешь публиковать. Хорошо. Серьезно отвечу художницу и, одарив нас напоследок бледной улыбкой, выдала. Хоть не неприятно это говорить, но я сейчас и зазову вас обоих. И исчезла, оставляя нас в раздумьях. Кажется, ты ей нравишься, Сенечка. Да ну, с чего бы. Можно назвать это женским чутилем. Я то бываю верю, то бываю не верю, но очень опасно. Она протянула меня к себе и поцеловала. Или самым экновенно здравым смыслом. Вот он здравый смысл, горно. Бед. Она хотела бы еще что-то добавить, но со стороны Солова донесся сигнал горно. Вот и все. Она отключила магнитофон. Радиовещение на сегодня закончено. Поможешь мне? Он оказан на микше. Что за запах было? Отключись и бери провода, пожалуйста. А я пока магнитофон включу. Кивнув, я принялся за работу. Закончили мы одновременно. И, встретившись у двери, обменялись улыбками. После вас. Ой, какой галактный джентльмен. Ой, извините. Разменилась девушка. И выпрыгнула наружу. Электроника не было вида. И я на всякий случай подергал ручки дверей. Заперто. Люкный чердак тоже был заперт. Люкс, лестница лежала под столом. Все. Теперь можно идти. Не опасаясь того, что мы запрял кого-нибудь по недосмысленному и безлаберности. Можно подумать такое, как это происходило. И-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и. Обет. Ну, я уже говорил. Ты впаять сюда. Муха, блядь. И ты помешать мне. Мешать съемка. Во-фигее. Про обет рассказы особо нечего. Кроме того, что там удавали украинскую солянку. О-о-о-о-о. Да-да. Тот самый супец. Который называют смертья поджелудочной. На крепком мясном бурлионе. С копченостями. Капперсами. томатной пастой и кружечком лимона я пробовал я пробовал это полный же было запрещено 7 гостами и все равно тихомолка готовящий каждый прощальный обед нику суп голиком не ешь сметаны брось а под а то потом будешь ходить как будто ремонтчиков наелась что это вообще такое что следа суп такой называется солянкой когда в холодильнике чего нет в ощутимости корречестве но так куча всякого барахла по мелочи хозяйка варит и кусок вещь вкусная хоть и часто и есть не советую верен нику сомнением запустил ложку в гентарную жидкость да не стесняйся ты разболтать сметаны и вперед тебе понравится обещаю мне нет ну не знаю так есть тебе наша советская была вдруг не по вкусу то не ешь а дай тарелку сюда я сам все слопаю такой повар событий панку не устраивала совершенно и она по вздыхав все-таки попробовал первую ложку что вкусно я покрыть и посмотрю на девушку мол знай наших это верный язык поглотить можно вот это на растяженном блеснуваными глазами горячо а а я думал не понял чудом чудом спаешься наконец ложка выдала на ох 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 горе ты горюшка давай компотом запей что ли ожог на языке шутка препротивная и как вы поняли меня 5 час там случилось из-за этого звонка ружья я опять перезаписываю потому что мне обманулась хорошо что мне сохранилось на том месте где я остановился отменялась конечно же на столовке с такими словами а звук на языке штука препротивная попробовал трижды больше не хочется на этом на этим на это продолжение и остановились продолжаем есть тебе не рейд дуть на суп подожди пока отстынет и давай я все же отомщу за тебя и 7 его не дождешься в этот раз она была не начеку и сделался правильно поднесла подуланную ложку дожидаясь пока температура содержимого и достигнет приемлемой отметки посидела покатался по во рту и проглотив улыбнулась а ведь и правда вкусно разумеется вкусно разве стал бы тебя обманывать нет конечно но вдруг и враги в заблуждении солянка только посмейте я не отрублю каждому палец нет язык вторая ложка пошла еще легче а после третий меку полностью отключилась от реальности а я не стал ей мешать когда еще доведется поесть спокойной обстановке да еще и с дорогим человеком рядом согласен параграфы взаимоисключающие ты прав прикончив суп заключил меку это очень вкусно но жутко вредно как пчел на колбаса в мясном бульоне вращая фигура называется куда уж нашим лапшевником лапша это точно славянин учиться физически больше нужно всякого барахла в виде чем азиатов иначе он быстро похудеет и будет бледным немочью и не бледная немочь да ты розовая мочь полностью согласен кто-то же она здорово нас хорошо розовая гордая и непокорная непокоренная мочь расскажи мне что у нас дальше по плану я же тебе рассказывал ну я философски пожал плечами ты же девушка вдруг у тебя планы поменялись концерт он с ней практически под сам это на весь никто только-только успел разогреться и распеться как здание скамеек замаха вожатая все через 10 минут начало ждем пока основной народ спать тянется и начинаем ну волнуешься голос мой продукт прозвучал донести до нельзя фальшиво конечно волнуюсь я всегда волнуюсь перед выступлением но до сих пор как-то удивляюсь я себе руки на однажды может не получиться все у получится то у меня сама молодец я очень тебе верю спасибо синечка минутная стрелка заняла строго ответственное положение и мюку сделав несколько глубокий выдохов из-за сил сжал кулаки загонять дрожь внутрь и закрыла глаза а я не удержался перегнулся через стол и поцелу его ступай и зажги там как следует так и сделаю она легко спорхнула по ступенькам и подойдя к микрофонной стойке снялся микрофон взял уже знакомых хватом хвостом к небу за звукоснимателем вниз добрый вечер лагерь колонки перехватили и усилие голос который как я знал не нуждается никакому селений но просто на случай есть вдруг кто не в курсе или не слышал то здесь выступать лучше девочка планеты сегодня поистине прекрасный вечер и я рада что провожу его сегодня среди вас очень рада на нас вооружение посмотрела на меня песня которой я хотел бы открыть этот концерт вон написанной год назад она называется прощайная ночь прекрасная ночь и я думаю о том как это было и грустно все таки оставаться с близкими людьми потому и песня такая грустная но сегодня моя грусть светла ведь даже расставаясь на целый год не бережу сердце надежды встретиться снова под соснами стенах нашего любимого лагеря она кинула мне и подкрашены а вам прохладный ведь вечерний воздух впились нотки фортепиано струнах и прекрасный девичий вокал равного которому я никогда не встречал и вряд ли встречу вновь то самое чувство когда лексикона не хватает на то чтобы понять слова что срывается из прекрасных глух и ориентироваться приходится только на атмосферу мелодии грустить радоваться терять надежду и обретать новым слыша среди строчек едва слышим и шепот надежды да да я снова скатился в пафос но как здесь не скатиться когда понимают что за кружевом танце моей избранницы взволнована зато и в дыхании сидит еще добрая сотни человек и в момент такого вот единения особого острого чувства локтя хочется выражаться только воспрями на и спину держать города и буду это моя заслуга дожуди гордиться тем какая же она талантливая нет но этого жила гаиш логично она вся талантливая такая и моя разве не повод немножко позадарить позадарить нос ничего показал что хотя я конечно начисто числе счастлавия решу никуда совсем ник у меня совсем не песни и плясками покорила черт я и вижу то и властей к этой концертной стихии впервые те несколько номеров музыкальной клубе не в счет и разумеется когда она пошла вниз со сцены она и мисс место порез какие-то детишки из пятого отряда с стихами я отключил фонограмму кинулся подвать и руку и всячески проявлять знаки внимания ой надо же какая забота проще пытала она опираясь на подставленной ладой настоящий джентльмен и оглянувшись не смотрит ли кто преснула в ладошку уф всю песню сдерживалась виду видит ты был свое лицо сидит глаза на выкает через отвисла еще бы чуть-чуть и я сказал бы тебе стань иди тоже мне кашпировский нашелся ну а что за реакция такая нормальная реакция восхищение думаешь я сразу быть убедителен мало приятно в том что тебе клеймят жертвой гипноза ладно поверьте и насло не привыкла выступать против фу блядь заново ладно поверьте и насло не привыкла выступать против света лица чаще всего не вижу она что-то говорила на автомате выполняя сведения приглушая сигнал с магнитофона давая возможность зрителям расслышать что там детишки повторять деревянными голосами наконец хождение по мукам завершились и четверка сгорая со стыда сыпались со сын выступая место конферанции мига было дернулись на сынах но и остановили самым быстро без христронным образом просто положив руку на плечо давай-ка родная ты на аппаратуре а пока вот для поддержки штану она протянула нам какой-то сверток издающий упромечательный запах спасибо но потребляйте приказал ольга и отправилась на сцену объявляя следующий выступающих это было неожиданно почему же напротив вложиться не хотелось чтобы ведущий затем затем вала собой выступающих а после того чем ты концерт открыла короче надо дать им шанс раз ты так говоришь вообще в голову ничего такого не приходило еще скажи что здравый конкуренции никогда не слышала проворчал я разворачиваюсь верток ладно давай питаться а то через пять минут на сцену двачевской с гитарой полезет не хочу пропустить зрелище из-за треска за ушами полотенца уже успела чуть промыслиться поэтому и ели булочки не разворачивая как современном углу было комысленно брать врача в кого японка после вступления всегда по коже хочется вот было бы здорово пробурчать парочку привет приветствий желудком может всего два часа назад ели наполнил меня ничего не знаю мне растущий организм дикий метаболизм и и животе метеоризм я фыркнул понял понял ну все теперь никакие бурчание и чревовые вещания собрались на сцену лезет стремилась на музыка рыжим не удивило вместо очередной своей замудренной мрачей мелодии она зеленец конкордов в мажоре и нахмурилась мику дали со мне нужна помощь сумеешь не знаю в какой момент произошло чудо просто в один момент в воздухе остывает остывает завершение вопроса они он неуловимое мгновение спустя мику стоит склонив голову на бок и глупо улыбается блин вот это не нравится просто тут спокойно читаешь все заебись так вот почему ты хватит пара чего алиса забирай на сцену и помоги мне эту вещь надо играть вдвоем вот тут я не я соглашусь алисы некоторых в песнях надо играть вдвоем боже мы хотя судя по технике исполнения я богу я мог бы на скидку назвать низко людей способны сыграть ее и соло моего сочинника и землячка моей ненагрядной но алиска была полностью права играть эту вещь в одиночку все равно чтобы одиночку танцевать вайс или играть в теннис без партнера все равно будет не то совершенно не то и мику снова забралась на сцену взяла гитару из-за пулись и стала рядом а счетов низко тактов и я снова поплыл как позавчера под меланхоничные переборы клавиш рояля под протяжные вздохи струнах разглядел за простой мелодии воспроизли которую смог бы кто угодно после пары повторений мысль то чему я всегда завидовал не просто создание некой композиции заложенной форме и размест и разместность размерности а мысль я не знал название этой вещи и она не казалась мне знакомы но мы не добрались и до середины первого куплета а я уже практически в волочи зрил двое бегущих по тротуару после только-только завершившегося или наоборот еще набирающую силу дождя двое счастливые от мысли что небо такое огромное и в руке рука из-под двух тысячи брызг разлетается улыбающееся солнце и не так уж важно пять или или двадцать пять не важно какого они пола роста или социального статуса здесь и сейчас значение имеет лишь то что не принять друг друга и самих себя смирились с тем что жизнь продолжается даже научились радоваться тиканью секунд ведь секунды как и жизнь человеческая меряются не страданиями а моментами когда счастье захватывает дух и ты веришь тому кто рядом ведь все что есть у тебя есть у вас ведь вы вместе у меня такого не будет никогда слишком старым для этого чтобы заводить себе настоящего друга а мику разве она не твой лучший друг но ведь она моя девушка и друг смотри сам и все толпы бездонный взгляд предназначался одному мне и когда наши глаза встретились она подмигнула и улыбнулась не нужен ей солидный толстый и скучный спутник она как и ты хочет до самой старости дурачиться и патировать окружающих ты просто посмотри в глаза мне улыбнись ведь до рассвета полчаса и может наконец-то решилась о чем-то самое важное рассказать вокал мику высокий чувственный с придыханием какого можно добиться только если ты поешь всю свою жизнь я промолчу а ты спроси ну как дела а я тебе совру как вдруг всегда весь без тебя я не живу голос весы хрипловатый куда больше подходил именно под такую аранжировку под такое исполнение уберите сцену уберите зрителей и замените это все костерком разбитой палатки и кубическим километром одиночества среди пустых витрин среди чужих огней ты день деньской один не помнишь обо мне нас не было и нет мы пустота мираж и каждый новый день такой же как вчера но я молчу не злюсь живая один из сном закрыты закрыть глаза вздохнуть и ты приснишься снова я никогда не слышу эту песню но это попадание было слишком точно чтобы быть случайно прекрасно виние губ иллюзий страшно но вы же мне сейчас позволит лишь она огромный риск опять и страшно да и пусть однажды я тебе приснилось ты просто посмотри глаза мне улыбнись нет посмотри глаза в тебе весь до рассвета полчаса и может вот раз ты наберешь сил а самое важное мне сказать и можешь громоздить какую хочешь ложь ты сам потом поймешь здесь без меня ты тоже больше не живешь ебать я прочитал я вот это я прочитал вот это я прочитал это я честно говорю стихи последние аккорды и зал взорвался в одесситментами и пока довольна алиса склонилась совершенно решенно тщеславие мику сбежал ко мне по ступеньку его силы с рядом ну как синечка хорошо сыграли отпад мор был лучше не сыграл не знаю что за мор но алиса очень хорошая анижировку подобрала и не поверишь что слышала на эту песню всего дважды в жизни да наконец бочевский получил свою толику почитание толпы иное место выбрать очередные танцоры из наших отрядов и нику скучаешься зеленок поставил им фанеру полностью отвернувшись от сцены у нас еще кто-нибудь выступает да мне удалось оговорить славе закрыть концерт ничего себе и чего вам это стоило тебе лучше не знать ладно номер заканчивается пойду обновлять следующих вообще не хотел электроник выступать у меня в клубе обнаружился ксилофон и он думал сыграть на нем что-нибудь даже песню разучил но как видишь передумал она может и к лучшему сама относятся сделал репетиции как к чему-то что лучше повторить не менее 100 раз я с недоверием смотрел на тех кто разучил какую-то там песенку разучить разучил но сможешь ли ты на сцене улыбаться и бахать публики или выйдешь такой весь из себя чопорной по фраке и с отмороженными глазами сядешь под княшим инструмент и до самого завершения тебе никто не сможет увидеть тем более при заданной планке качества а до конца открывает девушка для которой работать на публике и при нацелах так также естественно как дышать в конце концов ведь другой жизни у нее нет да вы забрали садится и веб качество нового гай при которой для восхищения публики достаточно просто профессиональные слаженные игры но чем в таком случае можешь похвастаться вся остальная карта выступающих весь памяти говорю только за себя я совсем без претензий задержат задержатся только эти два номера и все ну да мику выступала еще один раз и я крепко пожалел что за всю неделю так ничего не спасал не спасу а мику стопала еще один раз я крепко пожалел что за всю неделю так ничего не спасу исподобился подготовить хотя конечно идея это не тот срок за которым можно подготовить то чем ты можешь гордиться даже психологи всех мастерил в голосе утверждают что нормальная привычка развивается не менее чем за три недели а то что со сцены от зуба отскакивает должно въеться хоть артиста не хуже привычки уделяя с первого второго дня доп найти разучивание но текста хореографии но это разумеется если ты пытаешься поставить какой-то номер совсем целя чтобы не стоять столбом на сцене служит судорожно сцепившись микрофонную стойку а у мику был огромный простор для разбега большинство своих песен арена она репетила за долго до того как вообще узнала что есть такой лагерь чё дальше как и предполагал остальные ребятишки не запомнились абсолютно ничем не тот уровень не та значимость в голове образовалась некая машина мишаненина из мастеринга тихого поскрипывания ступенек лестница на сцену один гвоздь у самого края эстрады почему-то забиты не до конца или просто выдавали осколчишься деревьев древесиной и а группы деск грубой доски после с миска выскобленной добила никто почему-то не занозился и не было никаких проблем по технической части и не было абсолютно ничего запоминающие и стоящего на сцене а вот накануне некая серая колыхаешься полотно съедающее время взгляды память нет если понапрячься то есть из часто чтение стихов выстроившись шеренгой пения беловежской пуще тонкими ломкими глазками и барабанных аранжировок из вам вниз и не снилось можно вычлите определенные кадры но я был слишком испорчен слишком забалован чтобы воздать должное изо всех сил старающимся ребятишкам а вот мику радоваться души сама себе сама себя добре а вот мику радоваться души сама себя со стороны не наблюдая она почему-то считала что и работает примерно с таким же качеством а потому пользуясь отсутствием микрофона из-за пульта своего выступала самой активной зрительницей схлопывая ладоши мне в такт улыбками и криками браво ой не то чтобы я уж прям так скучал ну когда на сцену полезно славя в русском народном костюме а из колонок поплыли струнные переборы и я вдохнул а я выдохнул фух о рандом и концерт прошу без сучка без задоринки а ты занимался но определенные сомнения были что уж греха то таить есть у меня уже опыт с наплевательскими отношениями организаторов наплевательскими это что человеку дают задачу сделать шоу для целого лагеря а он делает все а бы как как только ради того чтобы галочку поставить да наряд закрыть но это же все увидят будут пальцем показывать на концерт не придут думаешь им не плевать скорее даже наоборот зато в следующий раз никто их и в добровольном принудительном порядке не заставляет всякой ерундой заниматься мне очень тяжело верить поверить в то что ты говоришь сенью если никогда не сталкивалась даст рандому и не столкнешься это очень замечательно это очень замечательно что ты работаешь с коллективом которому не плевать на выступление просто просто не все такие вот но мы отвлеклись давай с вами слушать славе своей песенка закрывал концерт сарафанчик высоко открывающий стройные ноги кокошник красной соболе слова неотразима и прекрасно это знала эх небо бы я занят мика почувствовала как его во все глаза разглядывал активистку только тихонько рассмеялась при своей замудренности моя личная звездочка казалось те самые начисто решено ревность идеалов которому все равно всегда вернешься да хотя бы в силу закон геометрии в один кастая болин а подлинка стоя подбочиняясь подняв руки груди 1 горизонтально параллельно земле 2 опирая на ладонь 1 а указательным пальцем касая щеки последок пару секунд она вздохнула и поймав взгляд мику поча головой так и знала что без фонограммы захочет по голосу пролезли свои банки ладно кто прикажет вашество музыка смогла оставляя нас наедине с подкрашенными неплохой акустикой голоса славяны и ее песни неприноченными ключи девушка объявляет зрительский зал миланхаличным взглядом и миланхаличная же затянула блядь вы чё издеваетесь мне это читать надо да бож ты мой да пошли буду так девица красная полюбила полюбила парня молодца все сдыхала до грустила лейфрид мику я негромко прихлопну в такт сенечка ободрящий кинув ей я продолжу копать в такт и то самого шестого не прошло и 10 минут как с другого конца зритель сказала среагиров кто-то еще и нас уже было двое объединенным общим увлечением общим зрелищем мы думали и дышали как единый организм по-доброму завидовали тем что сейчас находится под ту сторону стойки и хотели принять пассивное участие почти религиозных чувствах выход которому чаще и проще всего выразить именно в таких вот ритмичных локках не улыбается хлопая рядом со мной поставил правую ногу на носок и движение колена считая так а у меня с детства внутренний метроном назову правильный такт слярга спасамое престол малыши у нас за спиной возится и тоже хлопают сначала не очень стройно но понемногу втягиваясь потом к ним подключается детишки постарше еще постарше восходящего но и сперва ряда до самых задней скамейки где скучают об области из первого отряда и взрослый персонал ой крапива лебеда слезы горькая вода слава вас не держает такт и дыхание умудряясь пока какой-то не неизвестные но несомненно имеющие отношение к русскому народному танец поделись когда закончится не думать не могу достичь и не считаю заложа хлопа в едином порыве и в самом деле будто превратившись в единый коллективный разум с единственной потребности со частью того что происходит на сцене а мику она как девочка гипноса сценического образа привычная втихаре осматривая шнуры и отключал аппаратуру и собри но современно спасибо за внимание этот концерт завершается ждем вас на ужине а после него на прощание дискотеке 1 отряд не расходимся и тут как след отрывая прозрачная хрустальная тишина сломалась заполнить сгудение голосов шарканье подошв более бы в театре тут бы еще и сиденье скрипели не прошло и 10 минут а у эстара остались только наши ребята нужно в самом срочном порядке подготовить аппаратуру к танцам семён миху на вас самая основная часть подключения и музыка электроника лица сайр на вас колонки перенос аппаратуры а я что у тебя кажется газета так и на стенде не появилась также хватает жене зубы и чтобы до горных газетов висела хорошо вам ульяну еще можешь взять и в несколько раз тише в сторону себе под нос не уверена правда что от нее много толку будет а хотя нет ульяна у тебя другое задание такое ольга дмитриевна возьмешь смену стремянку там желтки принес коробку со светом музыкой и расписи на деревьях серьезно боишься не справиться шутите полетела полянка мгновенно развернулась и умотала сторону домика при одеваться реверсильным потоком воздуха до нас донесло не кочергамы не плотники а почему-то семён будет с пластиночками а мы там корящиеся с чажестями здесь можно нормально подключить аппаратуру так чтобы нам осталось только прийти и танцевать нет а семён сможет ну а вашу ведущую я в принципе заставлять нас не стану на ней работает весь вечер просидел под нос нечто непристойное алиса то шаг сцене и задушечка у него было на бок примеряясь крупному черному кубу с ручками для переноски я не буду таскать тяжести я готов я готова вылететь митриевна готов с вами уже успел переодеться чертов метеор хорошо я залез на сцену и отключил все четыре колонки смотал и сбросил шнуры вниз у закалим заколебался может и правда им помочь все быстрее управиться скоро сказка сказывается да не скоро дело делается разумеется подобрались исключительно крепкие ребята сами чувствовалась та самая останавливая жила чем отличается истина русского средине средне равнинного средне равнинного а есть как где-то нагуляла себе мускулатуру сравнивая разве что с легкая атлета бориса бог любит держа на фоне таких-то девиз жаловаться и найти приходилось совершенно электроник в кибернетик поддался явно по ошибке судя по резким движениям спором был далеко не чужд моя а что я хотите спою колонки наносили вдвоем первого фотка мы шли вдвоем с алисой 40 его чистого веса фактический уровень смеку но есть япончик с я с огромным удовольствием таскал бы на руках сколько угодно то здесь мало того что это карбушка была негабаритной и и хватает магнит только за ручку хорошо хоть создатель этого шедевра акустики догадаюсь приделать к нижней стеночке несколько лес поэтому добрую половину пути оттуда где уже начали начались мощные торпинки мы преимущество звезды они нести ну и здесь рыжая мудрец отличиться какой-то момент она решила что я и сам могут толкать она перестала мне помогать и пошла рядом ну и ничего удивительного что на одном из стыков кружку и занесло сторону и она чуть не сыграл вес всем весом на ногу 2 чевской цена орала на нас и на нас за саботирование процесса за глупость за то что нас вместе ставить нельзя никуда абсолютно так что вторая ходка обошлась без особого приключения ведь теперь активистка стояла в паре со мной четыре эстрадной колонки четыре ветерана лома которые в мое время отрывались руками транспортировалась четверка безалаберных пионеров судя по суда бы усилить нормальное да что-нибудь басовое я вспомнил о том как исполнил свое давнее желание послушав полигминю на такой вот акустике может не может на дорожке от клуб показалось мику прижимающий груди охапку пластинок и настольную лампу ставя не даст мику не даст да еще и вариант кезде его слетит сто процентов и хотя работали мы как могли быстро на ужин все равно опоздали московское время 20 часов 30 минут ладно пошли попробуй что нибудь организовать вместо свечи изменить нельзя мы снова оказались там откуда начали а за так отодвинемся еще дальше к истокам автобус из которого выгрузились примет нас обратно свое утро и утащи откуда привез садись пока я посмотрю что там на кухне осталось как буржуловичская йо-йо который как-то самый самый секрет по лишь по решению то становилось мегаполит популярные то вновь передавалась забавением ближайший пик популярности есть не изменять память придется на середину девяностых когда с пластиковыми кругляшами будет ходить половина населения земного шара в россию того самого столика где меня прошу раз спасали от кошмарной смерти от недоедания и обмениваясь короткими репликами стали жать активистку да что не говори а дружить с нашей выскочкой выгодно если бы она не смогла бы тебя накормить то что точнее даже значит дружить с ними незачем тебе не кажется что это не слишком красиво оценивать людей только с точки зрения полезности поддержу человек с не стерильной манис района машина и не телевизор глядите кто господа вижу глаз уже подшил дальше синяка не осталось это и красотнулся инструктивно покрывая лады левый глаз не баба значит по твоей логике надо было мне вся тебя послать да ты же мне бесполезно слушай ну кто просил правильно говоришь синечка пионер вообще не должна в голову приходить оценить или до полезности человек человеку друг товарищ и брат а еще обид эксусальный партнер да да вот я знал что все такое будет алиса похоже что у вас не все ладно со славе при том что на всеми силой старается тебе не доставать что вы не поделили это только мое и ее дело процедировано раз вспыхнушь это как только рыжий способны алиса а это из-за тебя сенечка правда ну-ка ну-ка болту находку для шпиона возможно если бы ты не навязывала бы мне тот идиотский спор перед униров все было бы иначе ой спор напомнить не помнишь посмотрел на мимику сенечка не спрашивай электроник заспределем эффект но помотал что-то про лапа и поглядывал так вы продолжите надо мной издеваться да нет ну немного в твои отношения к своя разобрались разве что не очень понятно почему после всего в вообще общаться поздоровит продолжили а мы не продолжили своего сеанс рядом с алисой поставила на стол кастрюли с картошкой в мундире кувшин с молоком и тарелку с крупотно напластанный хлебом на голову арабы проявить требовалось много ей пришлось ходить трижды всякий раз готов перенебрегая предложениями помощи ну и ладно простите больше ничего на кухне просто нет повара зашлись а лазить в холодильник я побоялась да и так хорошо давненько и посещу русскую кухню не ел и едал ям грым подел самый крупный картофелину с которой и обжигаясь дуя на пальцы принялся ее раздевать простите а что это что едят в небольшом шоке спросил певица едят на нахваливать тебе почистить я не знаю толкового сваренного картофель рассталась со шкуркой быстро я протяну корни плотников рубая только посадить не забывая да с хребом чтобы сытом было спасибо синечка а почему здесь никогда такого не давали мы за свое переглянулись какой замечательный вопрос да наверное по той же причине пока вы тут никогда переменение бринов не давали брены давали прохачал колориста вообще-то это были оладьи с медом и урена украла модельку с модом на весь отряд кажется кому-то надо перед танцами устроить освежение мозгов аресты недоба покатилась на кибернетика а я поспешил остановить за словом атмосфер мира и дружелюбия приятного аппетита пионера отозвались неразумительно мику немного отстал от графики потребления национальных продуктов но стремительно сокращал разрыв остальные были перемазаны вареной картошкой осыпаны крошками шикарными молочными усами и на всякие глупости внимания обращали отец а здесь мудрец отречиться я она так буду попала на светский раунд той части 10 доставать чистой по сути уничтожение картошки я был уверен что она умудрилась сожрать никак меньше чем никто не всадиться вместе взятые фу что за слова ах простите отведать с отопырением мизинчиком белоснежной манишки отведали приблизительно половину принесенного изволили откушать примерно половину костюмки нет я совсем не против все-таки по сравнению с несчастным десятком булочек сефиром это подзаправка была качественно выше но все-таки да норм что ты нос воротишь сама сварит боль морщат тебе сама поцелуй после работы сама с тобой тарелочку другую навернет и водярых лобы стенет идеально мадам персонала тип он тебе не модем единство возможное мадам сейчас сидела по правой руке от меня и судя по голубым щекам откусила низко больше большего ожидаемого вид она притом имела приподтяжки запей сердобольно посоветовал я короче лучше бы не светлого не круто прислали не круто писали вы ешь и случайно впрочем не в гастролях ела я вещи и куда более сомнительны она как твой первый день здесь да теперь вот нас больше я уже на еду а да только теперь у нас больше и я уже не уеду из лагеря с тем с чем приехал трудом назвать людей сидящего мы задним столом друзья в прямом смысле этого слова они уже не были чужими я вспомнил как уходить если сами на работу и не знать о своих коллегах ничего кроме имени и отчества и выполняемого функционала наверное все-таки что-то в атмосфере или вас два возглядах окружающих пардон да все очевидно есть проглядеться среди них нет того кто смотрит равнодушно 4 4 3 черт четвертьевкой импорта равнодушия предстоящей россии еще не коснулся ни одного из них среди них ты выглядишь самых отстраненным всем уедем а ты куда кстати непонятный намек а спросил своя домой посыслом интересно она сама то верит сказочку наскоро сострепаны наши вожаты или вот вопросы на ту же тему шуточек из 3 за 300 зачем вожата вообще потребовать спрятать эту сказочку все-таки она чё-то что-то знает зачем же нам придумала и звонок родителей и прочие мелочи какой момент как вам может быть интерес вожатый безродном семене появившись они ниоткуда и скорее всего с собирающей кануть никуда же звучать мне по лбу шариковой ручкой и про продать и продать орбит на уровне и она значит тут такое чего не знаю я вы на чуках знает каком-то степень часто часто что разрешать часто что размышлять об этом но она была с самого начала причать от осужденного места нуара с полдитым воротником или лик мотивом продадут все искать свои ответы и расставлять фигурки на доске полагаешь совместить не удастся да наверное удалось бы если бы сейчас не было 3 часа до полуночи перед днем отъезда но миг уже я не говорю что ты поступил неправильно ты выбрал то что для тебя действительно было важно и это здорово я очень горжусь тобой но это путь напрочь отрицает возможность разобраться в ситуации как считают выпустят нас отсюда трудно сказать наверное придется чем-то жертвовать чтобы сохранили если не себя то хотя бы союз той девочкой надеюсь ты не продолжаешь считать зару ее роботом так как нет уже посольство не думаю скорее всего попробую вспомнить появившись у меня в этом лагере желание подучить японский я лобнулся микку ариста подпыхнул с хлебом но ничего не ответила не понял я живым нос активистом не то есть да короче там сложно все не рассказать же им про то что меня строго говоря не существует не микку тоже вот и встретились два одиночества не существующих в лагере трон сто процентов нет на картах или тоже не путев не по путевке сюда угодил придется привыкать пытаться с приспособиться выпрямлять документы смотреть что там с образованием двух словах проблема начнется сразу же за воротами и черт возьми согласился бы с стать с ним лицом к лицу из бы ни один глупчатый стимул громко чапкающая рядом с собой я многозначен кашли но и она мило покраснела попытаться сказать она так даже не пытаясь выговорить прожить сначала и банка согласно кино и вернулась к глубокомысленно процесса работы челюстями а чем ты вообще хочешь заниматься я жить хочу если не ошибаюсь жить я смогу только здесь а все остальное я же это есть у меня социологическое образование и по ту сторону меня ждет пустота и черви не определилась еще но надеюсь микку поможет определиться с выбором но что в отце говорила окажет его недобрение на твой счет ничего как они постарались найти общий язык полгнулся я конце концов кое-что в общем у нас же уже есть ты о чем наконец проживал микку про отношение к тебе а опыт души в тут в тебе не чаем оба хотим на тебя настолько сама лучше жизнь без тебя не промыть не помышляю все ничего но вы еще поцелуйтесь здесь ожидаемо фаркнул алиса алиса есть ненасть тебе зачем смотришь я не смотрю я ем парировал алиса возвращать с кастрюльки которая уже показала дно моя похоже на наелся а потом вопрос бы резоны по существу но чуточку преждевременный я себе что его еще задать не успел осваив все не унималась пробел закан закончится ты отучишься что хочешь даже делать мысль о том чтобы ждать избраниться за курицами грелы до сих пор но под ну под под чью чуть более утрезвым углом зрение становились заметны все недостатки этой романтической мечты во первых не такой должности во вторых есть становиться ее импрессарию или как сейчас можно говорить менеджер то это все равно занять не не квал этим или я хочу заниматься до конца дней свои вается со сцена техниками владельцами концертных залов и министерством культуры а если нет то кем-то как тогда какие-нибудь мостоков ведом или тоже инженеров послом политиком чем может быть полезен гайку дзин в японии реликвистом все если нас насильно с тобой не разлучат и не дам тебе ничего забыть уж с японским как-нибудь управишься а с твоим знанием английского пойду на пойду нам восточника с перспективно работа переводчика а там видно будет пути слишком серьезно подходит жизни злая страна посмотрел на меня впрочем осуждению в ее взгляде я не видел это скорее было ближе к тем моментам когда просишь ребеночка что-нибудь спеть а в нем локальный диапазон оказывается 5 актов а что поделать я хочу совместить слишком много несовместительных вещей начнем с вашего долбаного фантастического мира с гентой на площади и без и просто голос заставляя работать на решении проблем они на ковыряние в носу а может не за столом об этом как будто там что-то осталось спасти неудача метафора давай скажем что я привык смотреть на любой поступок как на первое звено в цепочке будущих событий но если вы учить нельзя мне прошло в голову что с того самого первого дня мы так толком и потолковали со славей иначе откуда это удивление и непонимание каждый тогда вообще какие-то поступки совершаешь это как раз не проблема представь что ты дожил до 30 40 50 лет всю жизнь свою занимался ерундой и взгляд оказался на обочине но у тебя есть три отличия от сверстников и начал загибать пальцы первое ты сможешь на это мир от первого лица второе ты прекрасно помнишь все свои неправильные выборы на жизненные пути потому что уже тысячу раз посчитал возможное развитие события и третье ты обладаешь способностью к тому самому просчету событий поэтому худо-бедно карабкаешься пытаясь исправить все что накосячил в юности например если всю жизнь захотел вытянуть английский язык до разговорного уровня то теперь у тебя есть возможность общаться с сетями языка и четверто тебе исполнить заветную мечту всех тебе подобных вернув юность не а под не потребовав ни памяти ни жизненного багажа не приобретенных навыков ты умеешь что просчитывать ты же сама говорю штаб сыны все учесть невозможно но например если я понимаю что моей любимой работе не абсолютно точно потребуется нам быстро набора текст я смешусь на курсы или какие-либо другими образом разобью себе это так все остальное примерно на таком же уровне уже пять минут разговаривать только мы с составе остальные при тихо слушая нас но тут алиса не выдержала так ты значит может защиты на считать жизнь а я считаю я пошел причем проще что тебе кажется у тебя в активе в активе талант музыкального исполнения значит ты вполне себе можешь попробовать себя на эстраде но скорее всего ты пошлешь их так как строгий и констрольный график прийти твой вольнолюбивая натуре так что скорее всего будет будет у тебя дома инструмент и больше ты периодически устраивать картин квартирники свободное от работы время я не стану сказать тебе о том что тебе скорее всего очень трудно придется как трудно придется любая красивая девушка 90 на заре дикого капитализма когда женщина в коллективе два под постоянным риском домогательств остальные начальства но не потому что пугать не хочу а потому что надеюсь что это другой мир и в этом мире просто не будет привычных мне 90-х и девочка риса отчаявшись найти нормальную работу и обратиться в силовые структуры где закончат свои дни должности помощника прокурора приняв пулю предназначенную его патрону или наркотики поток чёрного комнаты начались 91 через границу ты же вращаешься во всей этой кухне дым столбом и же с чоппер вилкой от хардель гаражные репетиции огонь под ножкой зачем тебе это знать здесь ведь здесь вполне возможно что и не боли как никогда никого бориса николаевича и миша не получила нобелевскую премию и литве так и не хватило ненависти на то чтобы начать плевать в лице советскими солдатам немного подобных я выбрал самый нейтральный вариант поэтому тебе скорее всего подойдет карьер журналистики свободный график редакции кредитности постоянное движение командировки по 7 земному шару алиса фыркнула но судя по разным увеличившимся значкам идея больше чем зацепил ее а я а я а ты даю и идешь на улицу боже мой без апелляционным тоном заявила своем именно не знаю как вы а я претендую немножко потрястись на нашей диска диска тряски я поднялся подобая пример если за мной поднялась мику ну а мне а мне мне сенечка расскажи не совсем понимаю издевается и она или серьезно я нацепил на лицо самое таинственное рождение и замокольным голосом начал вижу вижу в будущей ты в этом будущее надо что-то вижу как ты идешь куда-то и что-то несешь нюка затаил дыхание а это не что-то ведь на плохо перепутал что что там это кто-то они что-то я прикосил внутреннюю сторону щеки да это определенный человек какой человек это это я это я это это я это я это я это я его серьезно спрашивал нет ну конечно такую олень доверия мне более чем институт но все-таки мику солнышко есть бельни ванга и даже не писк раз предсказам ну и что он так и все алисе хорошим расписал ничего хорошая простая логика и чуть-чуть здравого смысла а прям почему-то тогда свой блоге не используешь дай подумай потому что что ты сейчас на заре своей карьера и популярствует только оборот набирает явно же не путь до уборщицы как считаешь ну и бурно тебя она сошел руки на груди отвернулась пришлось срочно порядке внимать и целовать не обращая внимания на пом поморщиваешься за рисунок не по сай к этому моменту уже успешно отнесла на кухне остатки пишества и мы были вольно идти в лагерь и присоединяться к праздниству концерт танцы до упада дэнс-дэнс как это мило дэнс без перерыва карман начнут орать это через считанные годы и при этом мальчишник и я слова перепутал а не имеет значения так что мои головы в мигу побыстрее свалить на историческую родину очень даже обоснованно а я вспомню о том откуда вообще выросла вчерашняя эпоперия с алкалоидами поисками по лагеру мои реакции все прочее связанные как у человека от всей этой кухни диджейской напрочь далеки-далеки знакомство было больше шапочным в 2009 году когда до нас добралось правильным увеличением прячущим утяжку девочкой а я только плечами пожал да порадовался за тех кто нашел себе новый объект для поклонения потом долгое время не было ни сумку ни духу проект набирал фантастическую базу а фанатскую базу обосстал ширком и мускулами люди творческие и без сомнения гениальны писали свои не тренки все на японском под которой собственно и создавался синтезатор ой боже мой но японский или нет не имеет значения когда беседа ведется на международном понятном любом языке музыки а в конце 2011 года меня буквально покорил ролик с легким портопиано переборами воплощающий себе идею того ставил интернета стирающего границы языковые культурные барьеры объединяющие людей и уже там была эта идея объединена человечества творящего просто потому что иногда это тоже так же естественно как дышать не жажа финальный слоган звучал как создать и все мы музыка была в модном это время полукоммерческом воунжи я решил что это моби в очередной раз выдаст что нибудь под заказ какого-нибудь бмв так что итоговый момент с гугла хромом стал для меня неожиданностью но все это не имело значения не зря же чей-то мир все-таки стал бесконечно аквамариновым и не зря я не присоединился к бесчисленным толпам придурков размахившись летящимися палочками в темноте наверное я бы не вспомнил об этом сейчас есть бы не обладающий доступом ко всей моей памяти интуиция вот дальше вытащишься за ушко на солнышко впечатли впечатление трехлетней давности фразу песня молитва это как на несколько дней пока я несколько сотен раз крутил эту вещь в плеере мой мир почти стал цветным хотя все это конечно глупость музыка не должна иметь такого влияния на человека иначе получается что мы верим ключи от подсознания вообще неизвестно кому сидя сейчас где-нибудь японии расслабься местными это просто девушка с фотоцелавом которая пишет песни сама себе если ты наиграешь ей что-нибудь из этого что она видела во сне но не успела положить на ноты будь уверен пара месяцев не пройдет она взорвется танцпола только очередным хиту за вертушками уже стоял вожата с видом будто делать мне нам величайшее одолжение никого и прокрасила впрочем это не помешало ей развернуться на месте и убежать нику куда платье кажется мы эти цвет варим тенотворное влияние на девушка несколько синие чем я думал ведь для того чтобы она забыла принарядиться на танцы должно было произойти нечто твоего калиб твоего калибра чего подсказал ему то не было здесь я по согласился и протолкавшись сквозь потихоньку собирающих финиры занял место рядом с пультом ведущего куда-то она платье забыла очевидно готова поздать не забыла смотри зачем ее по хому учишь но я не значит было я прежде чем понял что у меня попросту дразнят успеет она до окрытия есть поторопиться ой возьми ты посмотрел на часы танцы не ровно 9 начинается все-таки у нас здесь не работа на заводе но ответственно никто не отменял ответственность здравый смысл жар жарганизм жарганизмы и страны взрослых а и страны взрослых давайте не будем пороть горячку и торопиться туда откуда нет возврата а ты но я исключение если хотите могу поставить за пультом да нет все нормально время еще есть плюс речь но если она опоздает нику не опоздал вернее прибыло стык в стык вот дмитрий уже завершил свою докачку про невыносимую ответственность пионерии из толпы понемногу доносились возгласы духе ответственные танцы она надела то само хватит ком было пару дней назад и я невольно залюбовался тем как находит относит себя окей окей разница все окей все нормально все понятно ой привет савиана разнесли динамики и голос прощайные танцы прощание можем сколько прощайного тоска как будто кто-то хороним давайте лучше веселиться волосы в объединенном общее настроение прозвучало удивление стройно я с удивлением наружу что присовокупил к нему и собственный голос давайте яснится так чтобы было потом о чем вспомнить он убрал руки с удержившей пластинку и вечерний воздух ушли первые ноты танцевания композиции прошлый танцы казачьи интереснее чем я опасался хотя музыка честно говоря вызывала самые настоящие сомнения но не могу я под сбора танцевать впрочем большинство пионеров это не смущало не прошло и десяти секунд а на танцоволе возник стихийный ручей то кочка разбилась на десяток прыжков танцующих кое-кто танцевал день чисто свое удовольствие против той же урянки часть пенео против того же электроника подошли сторонкой и приплясываясь с естественного движения не слишком уверенность собственной полиографии но тоже желающие приобщиться часть населась скамейка как ни крути а мероприятие общая лагерная явка обязательна и хомор пионерусу здоровому общительному позитивному голову не можешь прийти и не захохотеть и рожата ходила тормошила каждого такого товарища не успел закрыться и первый трек в текущем поезде как со скамейкой поделась алиса и вслед за ней лена все же ойга была самым настоящим профессионалом первые пять танцев первые пять танцев 15 минут разогревочные публике нужно время что привыкнуть танцпол и немножко раскрепоститься для того чтобы танцующие просто перестали стесняться и вот тогда когда от скованности не станется и следа и отличаясь самым забвенными мах-махом руками мозг ладует команду а впрыски кровь эндорфином диджей чутко чувствует момент запускает первый медленный танец почему это песня ману а посчитает обед не танцевать на площади поплыли не ухалоничные первоаккорды безусловно я не танцевал танца из меня аховый исключительно на тема что я мудрился разлучить порослей беспокойной юности но как-то получил что поведение на танцполе меня никогда не обучали пока был молодой писал свое удовольствие смею подчеркнуть парочку молодых движений и хорошо не смею дать черт с ним собственно такой вот танец но в данный момент в случае когда нам не надо было сгибаться как незнамно кто непонятно чего ради а представили вполне себе легальный способ подниматься симпатичной девушки танцполе и на секунду колебаться не собирались мику я уже не боялся больше не боялся хотя отказ от меня все еще не был более чем вероятен все-таки ведущая не последнее лицо на танцполе потенциал красавица она шепнула что-то я стоящий рядом сави и кирнула мне конечно мику и секунды не раздумала личные моменты копилочек моей не без не бесполезности сая подменил ее развертушками позволяя ведущие выпорвать из-за стола и подойти ко мне поближе готова конечно потом танцуем я попытался немного по ухаживать за девушкой но ей похоже было не до глупости вместо этого сама тащила мне за собой крепко желаемую руку на быстрее поторопила меня на песня скоро закончится я еще хочу потанцевать с тобой она остается каком-то непонятно фэншую выбран вместе так что я чуть не взрезался в нее я развернувшись тут же муром выкнула запускаю обе руки не отвечи мой ладно я запоздала вспомню что более привычный мне танец они не что с майсообразное пришло как раз оттуда с востока хотя вас востока и у нас настолько не шагов на то что привыкли друг другу еще низко на обсуждение многочисленных можно и наконец мы выбираем дистанцию кусались и позволить нику рядом она моих руках близко близко улыбается владея из коса чуть снизу и глаза и практически полностью запомнили зрачком они черные а того а вот от того подирает мерзлой искрокой где-то между лопаток и захватывает дух сладким предвкушением неизбежного чуда мы вместе взором тебе все-таки идет заплате наконец нарушу молчание да не знаю я очень хотел что-нибудь на и истиннические костюмы взять хотя бы мой привычный кибер костюм нахрена такие про костюм просто и чтобы здесь произошло да уж ты бы вызвала себя определенным фурор тоже мог знать что у вас здесь запрещены платья до середины беда все я понял про какую я сегодня говорил и правильно что запрещены такая красота должна принадлежать только мне одному простите в чем это ты о том что их длина для меня это слишком личная если хочешь таскать нечто подобное таскать не только для меня в отместка образуясь носить ваше кимоно или что у вас там почтенные мужчины носит тонкие пачки пробегать по плечам разгоняя за стоявшую кровь мурашками ты просто говоришь все эти вещи ты не об этом ты не об одной из них не вспомнишь а что еще как вспомнит никого разве хотя бы раз ты подводил да исключать вчерашний большой я не знаю прийднув ко мне японка поцелал мне вспомнил я хочу сделать все чтобы ты просто улыбался чаще и я для тебя милка вывернул из моих рук но у меня следующая песня через 15 секунд и сам меня убьет и сиене на месте не буду постой давай сбежим и сейчас давай после десяти часов после второго танца совещал прогенеть а а там этого не будет поставки невоздушный поцелуй девушка убежала и полно соответствии с ее словами через 15 секунд заиграл быстро композицию а я вернулся обратно на скамеечку ожидая следующего танца не вообще не сможет отвечаю тот сам чё-то шелик девятый сон баница а сбежал баница ребят я пришел вам танцевать тот самый момент когда восприятие времени отключается на плач и ты с удивлением слышишь город на тобой объявление о последнем танце или сигнал будилька сам себе не веря проверяешь время и да из своей жизни только что выпадет два часа жизни ну а крайне насыщенных края насыщенную крайне приятных их и веселых часа мозг отключается позволяет телу получить удовольствие и возможно это именно ближе к ночи когда организм проходит переходит на экзотический режим от отхода ко сном а а силы еще толк раз настрадить не успел я сидел на скамеечке мальмолётно разыскивая веснующие толпе знакомые лица вот слева от гендер упрялся в директорах то и дело бросая взгляда куда-то в сторону я просил туда где на скамеечке перегорю него сжения полянка а змея танцевала самый лучший буквально купаясь в эйфории пусть и источать либо организованная группа людей например прящущих и смотрящий концерт или маршрующих на параде как и ни крути местное общество давал человека почувствовать животным социальным туда больше числа способов слоя пританцовала неподалеку отмеку готова в случае чего подменить перейти на помой да мало ли так что можно было сказать что своя большая дело чем развлекалась ряду с ней же было ряду с ней же бдила его дмитриевна точно так же как и я только обводил взглядом владения разве что она умудрялась совмещать это станциям до которых я небольшой охотник был на донецкой мечке ютивились лена и алиса которые неизвестно откуда добыли колоду карт и резли с дурачка притоптывает так и как на прошлой дискотеке все эти знания поступали в иглу минуя подсознание и рассудочную часть просто на какой-то момент я счетю единство с этими личностями никого шеба единение о котором обычно не вспоминают по всевдневной жизни нику поймала мой взгляд и подменула ее взгляд обещал что одним танцем не отделаться не даст а и верно не прошло и получаса как быстро музыка сменили задумчивый аккорды рояль и бег прыжки и размахивания руками приобретавшие некий вид организованности сломались люди спокоились и раздумывали о том на что потратить время медленного танца нету музыки только звуковых лет я стал проталкой со столу и тут мою руку пронизал острый болью ой и потанцуй со мной да она должна быть шутить ее пальцы все еще все прессом и водой за порез глупый ребёнок ты не видишь куда ты хватаешь нет а что за пластырь руку отпусти больно ульяна отдулась и отпустила руку спасибо ульяна отвечала и ты что обидела что ли отвори слушайте знаешь как больно было у меня там порез да поняла я все понимаю не хочешь танцевать с мальявкой так и скажи ай тормоз ну у меня под коленочкой и сбежал измениться никаких танцев и вещь не шло пришлось здесь обратно скамеечки не обращая внимая на недоумевающий взгляд нику кажется она немного обиделась там были меня хватит хватанули за руку за порез еще там панули будет ехта микро правда обиделась плюс ей что-то нашептал ульянка не знаешь что точно что очков мне это явно не добавила так что следующий минус я просидел на скамейке как и все быстрее по правде я уже сбился за счета сколько времени так сидел смотря себе под ноги на телефон не смотрел песни не считал после какой-то момент надоело я стала направиться куда глаза глядят сколько я шел неизвестно кажется ехать округами думаю совершенно ни о чем зрение судилась до минимума оставляя только несколько сантиметров бетонных плитов в обзоре я бронировался и ушел в себя мюкл осталось там а я здесь прям 50 метров поворот налево еще 30 метров поворот налево 200 метров развилка я двигался мощенным тропинком не сам не сам не многие выбрали путь но в какой-то момент я понял что конкретно это вот плиту с выщербленность серединка я видел уже раз или наверно пять и тут меня крикнули семён я поднял глаза славя да что ты хотел нам надо поговорить ух ты как все серьезно я пожалуй поставь эту фразу в один раз можно задать тебе личный вопрос и я делаю это для твоего блага а нам я почерпнул последний слава пекас не бывает существование каких-либо нас есть о чем да семён славя был уже ближе я хочу поговорить о твоем родном мире а как говорится в таких случаях тут меня посмеял холодок пробежал где стоял там и сел но очень удобные ступеньки то что склада а что легенда о пасторском ребенке не устраивать слабо улыбнулся я прекрасно понимаю что такой реакции выдают себе с головой надо нормального человека бы я обсмеял несчастного бодинку поиздевался бы под полной программой и только пояса это сдал бы руки санитаром может быть даже глазки и прино для профилактики я же сижу разговаривать здесь дрожащим голосом это гад кто ты такой как сюда попал а блядь тасску сидеть она пошла совсем близко и резко вывесила руку в мою сторону приготовьтесь к проникающему живому я несколько секунд постоял тормозя прежде чем догадаться от таких догадался таки что девочка что-то протягивает мне на раскидь ладони эту бумажку что это статья неровно выдраны из газеты полосы обрывок являла обозрение наполовину потерявший подкинье обрывы заголовок и можно было разобраться только еряшка шел бой видно было плоховато и что оставь себе потом почитаешь на досуге ну если двух слов то там рассказывать о человеке который пришел к себе в центр двери утверждая что попал сюда из России 1998 года выпрыгнув из окна в результате какого-то там черного понедельника психиатр постучило вне вменяемом государство вдало работают бухгалтером весь мир следил за его жизнью надо же практически реалити шоу надо же им чем-то развлекается и я вижу тебя я вижу тебе теперь есть ради кого задержаться у нас гостя слушай внимательно для того чтобы задержаться закрепиться здесь у нас тебе нужно Иваном сам решили что ему нужно а что не очень у него тут небольшая размолвка на то споре приключилась может ему как раз и хочется побыстрее свалиться отсюда Алиса вышла изнутри влогнулась только не думай что ты одна знаешь кто он такой Алиса ты лезешь не свалить дело правда а за это не ты у нас в каждой бочке за тучка девочки девочки Семен не вмешивайся Нарпажал плечами не отступил пусть выясняет отношение я здесь не перечел про чем я могу попасть домой что думаешь мысли попыта на образ чем заправиться расплачивать будешь то есть Нико она останется здесь а ты попадешь домой туда к манитуре и не немытой квартире без Нико ну значит не посоветуешь прости я просто твое подсознание у меня до ваших любовь вообще никакого дела нет ты должен решать сам чувак сам как обычно не перепут перепуть я на склоне в 40 градусов у точки невозврата я стою один и мне просто некому посоветовать остаться здесь без надежд документов образования был задан перед лицом диких 90-х перед перспективным обострением в чуждом дне социуме и потенциальным пиком карьеры какой-нибудь дворником блин эта мозг просто офигенная есть хотя бы что то пойдет так или уйти туда где я хотя бы что то из себя представляю и теперь то после всего что я здесь пережил после того как понял что я не безнадежен будто нажав на рестарт только там не будет мейпл в моем мире она программа и в эту дверь на все 100% скратчиво поинтересовался внутренний голос проблем было еще то что мне придется довериться этим двум оттуда который добра понятно было известно но если допустить на секунду что совет согласились поучаствовать в розыгрыше на рояле хорошего полицейства и моя согласия не только автоматическими идиотами но и остаться при стих прочих мику сама по себе любое равенство притягивает на свою сторону я могу делать что угодно и как угодно а подождите я тут сохранюсь но не просто так нам дают выбор может тут какой то выбор сделать может какой то выбор вот из этих выборов даст нам какую то другую концовку но это я потом сделаю я буду делать все концовки связанные с мику хорошие плохие может тут что то еще там будет но мы все посмотрим ладно я выбрал стас уже при всех прочих мику сама по себе любое любое равенство притягиваю на свою сторону надо записывать записывать я могу делать что угодно и как опыта но похоже что без нее себе уже нет смысла и это за какую то неделю не знаю куда нас забрать завтра что произойдет после того как мы доберемся до райцентра где нашу гест старт уже будет поджидать представительство автомобилю отца самое главное это то что она есть она жива и настоящая да если верить словам бодинки о том что этот мир нереален значит буду жить в нереальном мире как ежедневно поступают это миллиарды людей время чуши миры искусственность девочки я не знаю что это за рога живая но мне совсем не смешно сказать по правде я на язык простилась фраза не знаю в какой бы она крутой но среднестатистическому пионеру ее откуда знать поэтому давайте договориться вы поиздевались и довольно оставляете меня в покое значит она тебе и правда нужнее чем мне казалось просто заключила активистка и развернувшись растаял в темноте правда решил остаться здесь будто невозможно свалить из славка секунду я бы не задумываясь свалила ага хорошо там где нас нет рейса отстань твоя шуточка затянулась шуточка ага рейс подмигнул мне и скрылся из заславия а у меня появилась неплохая возможность поморозить почки сидя на стыла и подумать как стоит о том что я только что натворил знаешь не подночь еще все вернуть и если они говорят об этом как как о чем-то не сложном можно же шастать туда-сюда между мирами а что если не сложно а только потому что я сейчас натянутые резиночки держу здесь что-то и только от моих усилий зависит порвется резиночка оставляя меня здесь навсегда или же вернет меня домой обратить происходящее сном и пессимист реальность практика показывает что наиболее часто сбывается именно худший вариант если обратно кинусь это будет как будто я бросил в свой билет к счастью мелкими клочками некой высшей силе забросившей меня сюда прямо в лицо мол подавитесь своими лагерями обойдусь весь подачек я не успел поддодумать мысль о том что что мне грозит такое перенабрежение в подарками как мое внимание проявлял звук приближающих шагов кто-то бежал и судя по неуверенному шагу видел в темноте еще хуже чем я надо заметить сказ сегодня определенно пользуется популярностью о нику ну это было ожидаемо бросил пост подал голос вместо я она сдрогнула я становил безответственно все ты я только плечами пожал я ожидала здесь встретить кого-нибудь другого не а ты где она шла на голос но похоже ждала смс собиралась взглянуться здесь я в темноте подсветка экрана телефона послужил девочкой путеводной звездой двух секунд не прошло как она бросилась мне на грудь ты так ушел а риса за тобой я боюсь уже не стоит тебя а чем это ты я же помню что ты мне рассказала про себя не знаю откуда риса про знала но и косвитная поднимая головы страшно стало так что я побежал сразу за тобой но ведь нужно условия держаться вместе я не могу тебя обмануть ну и после того как я с тобой танцевать отказалась и я обнял то глупо существо считается что просто отказ танцевать может сделать обещание ничего незначим незначенными сотрясениями воздуха подумав даже немного обидеться на такую оценку но сейчас было решительно не к спеху к тому же там не тебя помен блин подождите к тому же там нет тебя понимаешь ладно плевать на то что я там никому не нужен я привычный я привычный уже отряхнусь дай лицо вытру не первое ну тебя там нет а мне плохо без тебя фигу не ответил прячу глаза хотя после того как она искала меня в потемках ей абсолютно нечего было стесняться и стыдиться уж это-то поступок сказал гораздо больше чем какой-то там танец знаешь давай-ка вернемся с дискотипа а то она сама не закончена все время сколько можно показывать начало первое ага дискотипа уже закончилась значит по дому девушка кинула храбу предложила иди а то я ничего не вижу вы пришли да пико задумался я что-то что-то хотел мне сказать наверное что-то важное не знаю она так и не решилась спокойной ночи в моей кубке коснулась мягкие губы и спасибо тебе за то что ты есть дверь скрипнула пропускали девушку в домик она не вернулась на подруге не помахала плохой знак вдруг не вгибать хороший знак вдруг она уверена мне настолько что даже не прощается решив не забивать голову глупости я направился в своем домик вечер обещался темным и теплым а получилось кочу сбекотня и много-много непонятных разговоров судя по прошлой звонкой книжки вонжала так и не появилась да и черт с ней у нас целая куча недосказственных разговоров с ней была целая куча неизбирных неудобных вопросов идеальная тактика в таком случае это просто потянуть время до тиза когда дела вагина перестанут быть актуальными а значит мне надо как можно скорее уснуть согласившись с этим постплатом вы закрыл глаза я дочитаю мы это закончим ура утро начиналось практически сразу с момента когда я прикрыл глаза как-либо начинать несколько сантиметров над поверхностью земли мое последнее утро здесь в лагере и вполне вероятно что это последнее вау а таких мыслей глаза открылись совершенно самостоятельно и спать тут же расхотелось день вчера не очень задался и поздно вчера не задался это несмотря на то что я за всех стараюсь косячить больше даже рыбнул извините трону даже представить себе во что вы могло увидеть вылиться мое обычное поведение вспомнись вдруг вчерашнее То, насколько обидно было не получить то, что я считался уже своим. Сделку сделала. Хола рандома. Мне хватило у Мишка включить заднюю. И появившись в Мику, была лучшим подтверждением того, что я поступил верно. Нам бы пойти поздороваться с ней. Я не видел ее почти 500 минут. Быстро облачившись, я высвечу с Домика. С добра утром. Пожелал я пустоту. Была бы здесь Мику, она бы улыбнулась. Была бы вожата, кинула бы. Но я остановил кольце и корчил себя полно. Здоровый с пустотой. Да и все равно. Предвкушение чего бы то ни было, зачастую куда приятнее получения вожделеемого. Вот сейчас я не знаю, как пойдет беседа, будет ли рада мне девушка и вообще удастся ли мне ее найти. Но я уже сейчас трудом давлю в себе векование, прорывающее наружу нездоровым смехом. И с самой дурацкой улыбкой, которой я раньше позволял себе, только оставаясь в одиночестве. Правда говоря, что привязанность к тому-то это тяжелая, почти неизлечимая болезнь. Самая большая сложность в излечении представляет то, что больной вовсе не считает себя таковым. И совершенно не спешит избавляться от недуга. Более того, он может начать совершить активные действия в отношении объектов воздыхания. Иногда у него даже получается заразить последнего. А я серьезно. Только сейчас я начал понимать значение фразы. Из всего вашего человечества мне интересует лишь один человек. Пусть и выточено из контекста. Ты не начинаешь презирать или плохо относиться ко всему окружающему. Нет. Для тебя однопроз, а не просто перестают существовать. Место со всей своей неповторимостью, оригинальность и право на личное мнение. Ну что ж, погнали. Подбросив свадок с купальными принадлежностями на ладони, я заспешил к умывальникам. Конечно, конечно. Домик Микон хотелось на мой пути чисто случайно. Но я туда не пойду. Не хватало мне еще являться к ненаглядности в засапанном виде. С колоченными и нечищенными зубами. А, нечищенными зубами. А нам, конечно, неизбежно. Радно или постно. Но лучше поздно, правда. Ты просто посмотри в глаза. Не улыбнись. Поборолыкал я, приходя на неспешную трусу. Сегодня хотелось бы выглядеть и чувствовать себя на все сто. Чтобы не запогались в вычислении прощального кадра. Пробегая мимо приметной бочки, я подступно надеялся, что Мику выйдет подозреваться. Но она то или ушла уже, то или еще не поднялась. Выяснять я не стал. И вдох. Мое утреннее начинание с температуры шока и где она закончится, я не знаю. Сказать по правде, я уже начал привыкать к этому. Если я все-таки вернусь обратно к себе, мне это здорово будет не доставать. Как из 17-летнего тела, тотальная гормональная антибаланса и озоновой свежести воздуха, возможно лишь со своему лесу. И разумеется. Я поднял голову, заслужив шаги. О! Не имеющее отношение ни к телу, ни к нам. Хотя, говорит, надо было самые важные вещи. Они же самые простые. Проблемы были лишь в том, что их зачастую сложнее всего сказать. Наш последний день. Да? А души приснулись в лицо холодной водой, и мику, похоже, на секунду выпало из реальности. Прошло повторяться. Я ведь знаю, что сейчас надо говорить, правда? Не при... Не при последних дни совсем. А про что? Про вас, дубина! Вы слишком много времени потратили пустую. Да что там? Ты все-то в существовании убедился далеко не сразу. До последних минут думал, что она приснилась. Ну и что? Не совсем понимая, кому больше еще. Себе или внутренним голосом, я созвольте бросить в лицо еще несколько горстей, от каждого из которых перехватило дыхание, и не произвольно терпилось в горло в попытке сглотнуть. Успокоился? Психопат. Психопатик. А то сунь голову под струей целиком вдруг полегчает. Я все еще не слышу конструктива. Да конструктив, боюсь, после твоих костяков там и конструктив нужен. А сносить все дребезги пополам и строить с самого начала. Почему ты молчишь, Синечка? Наконец, подал голос мику. Все это время старательно чистить ищи зубы, а потом решено право голоса. Да я думаю, что правильно говорить в такой ситуации. Не хочется клясться в чем-то. Если я не уверен даже, то доеду вместе с тобой до города. Я не понимаю. Хотя одно я могу обещать тебе с точностью. Помните, для тебя я буду. Вот это уже очень неплохое начало. Она схватила мне за руку и подчеркнулась за собой. Ладно. Несмотря на то, что мы по большому счету уже не считались отдыхающими путевки, по словам мику, завершались полночь и спорядок дня. Для нас никто не отменял. Смомнили старые деньки. Как мы с детишками, то проживали третьей-четвертой сменой. Когда все тянешься в спинку, вожатые и пионеры ответственно возвращались в город. Готовятся для улучшения на годах. А в разогретых августовским солнцем дощатых корпусах оставались только самые реневые раздолбаи. Лагерь превращался в импровизитивную базу воздуха. Без зарядок, без офисаловки, без глупой бекотни. Все, что было, это расписание приемов пищи, череда танцев в фильмотеке, танцы до похода в магазин в ближайший населенный пункт, расположенный в 10 километрах. И мы как-то мудрялись не скучать. Несмотря на то, что мне приходилось участвовать в общественной полезной деятельности, мы находились чем заняться. Ау, Сенечка, ты здесь? Да. Мы посвящали куда больше времени общения между собой. Куда больше времени совместные вылазки в лес. По шоссе. Дня не приходило без стихийного матча в пейнербол или в волейбол. Это лишь подтверждало мои мысли о том, что если человека не дерли по пустякам, то он сам прекрасно не вынесло себе его досок. А здесь у нас у почти отличающих, отчаливающихся, отдыхающих, почти самые сданные домики, почти отпустевшие лагерь. Я понимаю, что мысли, наверное, у Мику большой красивый чемодан на колесиках. И сто процентов не один. Она как заветная туристка. Как-то сказать, мы сегодня не ходимаем от одежды и ты до аппаратуры. Мику, а тебе много аппаратуры с собой? Нет, Сенечка, я с собой брал только микшер, микшер, пучинот и магнитофон. Вряд ли бы у тебя все это влезло в одну сумку. А у меня есть две. Пош, ты мой. Бля. Кажется, она поняла, к чему я клоню. Поняла, оценила и одобрила. Так что приехал я в лагерь только в том, что на мне, и уеда в том, что на мне. По всему прочему, прибавится неизвестно откуда взялся мой рюкзак и сто процентов огромная сумка Мику. Скажи, вот я тебя вчера на зарядке не видел, а я не на них не хожу. То есть, как это? Я, как бы это сказать, освобождена. Что-то мне ни разу не приходилось слышать об освобождениях и на зарядах, проворчал я. Хотя, уже был мысль на этот счет. Вот наверняка же опять из-за несовместимости культур. Тем не менее, я решил уточнить. А по какой причине? Да все по той же, из-за которой мне не на танцы шить платье с последней себе пришлось. Ааа, я так и предполагал. Слишком откровенная спортивная форма, да? Да ну тебя, действительно. И все-таки, я же видел вашу сейфуку. Они более чем пристойные, спортивная форма им под стать. Сенечка, ты, конечно, извини, но я в обычную школу уже года два не хожу. И занимаюсь я по индивидуальной программе. Ооо, в том, что удобнее всего. Боюсь, есть на премьере это самое удобное. Надеюсь, ты сейчас свои тренировки. Я покрылся мурашками. Не спрашивай. Не вообще не спрашивай. Это просто случайность. Я ничего не думал. Все нормально. Чао, сайбейсь. Ой, Сенечка, а почему ты прекрасно делал? Спросил на такой непосредственности, что я почти поверил. Ну уж не знаю, к сожалению. Но не-не-не, сейчас мы были знакомы уже в не первый день. Поэтому этот образ, не дали какого-то школьницы, я уже успел изучить. Сама-то как считаешь? Я вот вчера на зарядке в форме пришел. Нет, Сенечка, одежда должна использоваться только для того, для чего она предназначена. Я же не надеваю платье на линейку, она для других целей нужна. Ну-у-у. Представив себе, как она будет делать махи ногами в юбке, я бы вынужден согласиться. Время шло. На что-то никто не спешил остановиться на зарядку. Нима пробегавшая сока махала нам. Войдущая куда-то по усунь, Алиса не обратила на нас никакого внимания. Пришлось загонять ее. Алиса, погоди. А, привет, голубки. Подтяжно зернула она. Че вам? Алиса, а где все? Зарядка, линейка. Сразу видно, кто в первой лагере. Нет всего никаких линейок, завтрак. Собираем вещи и валим отсюда. Валим. Два часа автобус будет, так что без обеда. Зато с файком. Вожата раздаст в автобусе. Все, не мешайте мне, у меня дела. И вдогонку я показываю такое. Она опять включила режим зомби и уголяла куда-то к пристани. А мы смеку перегонялись и рассмеялись. Чтобы мог подумать, два самых глинивых пионера решили посетить зарядку. Кое-то веке, тогда, когда зарядку отменили. Так. После еще чуть-чуть, для пущего сознания того, как же мы оба раздолбали, мы сговаривали, сдвинули к столовой. Время же вход мы продолжалось в девяти часах, а гордуса не было. Очень разумно, как оказалось, свободных мест почти не осталось. Пришлось, тащая Мику за собой на буксире, двигаясь почти к самым окнам и невеже подрезать жжейцу. Она только фыркнула, но ничего говорить не стала. В любое другое время я бы несомненно обратил внимание на это феномен, но сейчас мне было не до глупостей. Приятного аппетита. Пожалуй, я усаживаюсь напротив. Мы же исключили ролик, выступали единость слаженной команды. Не задевая вопросов, не тратя времени попусту. Она держит место, я организовываю еду. Просто потому, что я больше и смогу унести запросы для обоих. Наверное, и в обычной жести это сработало бы, ну, чертово человечество не сумело придумать других способов взаимодействия, общения, кроме медленных глупых и скучных слов. А скажи мне, о чем ты думаешь? Мы следили вдвоем за одним столиком. От остального отряда нас отделяли полметра пустого пространства и шумовая завеса, создаваемая в лудине присутствующих пионеров. А значит, почему бы и нет. В голове крутилась и крутилась песня, как глупая, попсовая, пафосная. А она будет написана через 10 лет. И появится в нем о том, что величайшая мечта любого человека, это сделать кого-то своей. Обыденность, часть эмоциона, часть метаболизма. Тебе просыпаться, дышать в течение дня, поднимать себе настроение. Так о чем же я думаю? О том, что лето, что рассвет, что несколько нарушаемых правил, в котором почти привык. О том, что ты чертовски красивая, и я не знаю уже, что произойдет, если кто-то однажды захочет умять от тебя. О том, что слишком много времени было бездарно, потрачено вообще ни на что. Ни о чем, солнце. Задохнул я. Аппетит был испарчен. Ну что, когда собираем? Когда собираем первую? Теперь, разумеется, у меня полторы шмотки и уехавшие в никуда пальто. Ты серьезно? Я только мах рукой махнул. Ну, ты же тоже нашла, о чем переживать. По крайней мере, стиму появился. Купи себе что-нибудь внимай, вменяемое. Так что, и че с ним? Сплощу. Сплощу. Пошли собирать себе чудо. Улыбнулся я. Самозависленный саундтрек в своей жизни. Колотящий звезды по вискам. Режущие глаза. Перехватывающие дыхание. На полпути. То, что никогда не будет положено на ноты или исполнение. То, что никогда не сможешь выразить. Ни один инструмент из созданных человечества. Как те песни, что трогают сердце и признаются шедеврами наряду с той же неотлеткой от Scorpions. Самый лучший, самый незабываемый. Вот написано тем, кто по причине неявления на свет не написал ни единой песни. Значит, у тебя два чемодана, да? Начало беседа было блестяще. Но это было начало. Пайл подсознание общается со мной двумя способами. В первую очередь, вербальными. Как бы знаменуя тут самое наличие у себя собственного я. И между прочим, знаменуя сама сознаемую мигку тоже. Но есть еще и дополнительные свойства общения, к которому иногда прибегают подсознание. Если хочешь что-то быстрое и дохочешь объяснить, область концентрированных гейштальт, объединяющих в себе интенсивы по всем органам чувств. Лимон кислый, прибристый, пахнет цитрусом, тяжелый, желтый, влажный. Ручки двери в руке металлическая, бедная, с острыми границами, твердые, висит в воздухе. На уровне, в котором быстро вырабатывается хватаченный рефлекс. Холодная, открывается чуть-чуть ощутимое движение пружины, где-то внутри. Это чувство моих суставов, моих отношений к мигку. Если бы это была вода, я бы сбился с ног. Сутни, тысячи картин, ассоциации, вспоминания, нежность, мысл, планы, приязанность и высокая, приятно пахнет, теплая, добрая, отзывчивая. Я почти не видел негатива от нее. Как вот это все выразить в убоких, пустых, плоских словах, даже стихотворениях, которые, согласно зверениям и лягвистов, на один символ проходит почти два байта смысла. Из контекста. Второго, пятого, пятьдесятого скрытого дня. Как объяснить ей самое важное, положившись в несколько слов? Бля... 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 Боже твое... Окленные пастерями стены, собственно, в мигу и концертные афишами Цоя и Высоцкого. А ведь они оба живы и сейчас. Может, есть повезет, воспользуйся шансом досходим. Или нет. В голосовках точно не сходишь. А вот Виктора вполне можешь прихватить и спасти. Кот, ты спасай себя, дятел древолазный. Себя спасти для начала, девочку свою. Ваше это чувство спасти. Но, собственно, в кухне разобраться не может. А тут даже метится в спасатель мир. Ну, тише ты, тише. Чего кричишь? Достаем, пожалуйста, зеленый чемодан из-под кровати. Необорачившись, попросила Мику. Она уже открывала Мика в со сплеяжек. В выполняемой форме симпатичного такого сундучка. С обитым металлом с круглыми лугами. Настоящим двух сокровищами. Даже сейчас. В Мику будут два чемодана. Одинаковых, отличающих только цветом. Зеленый я и достал. Ага, спасибо. Вслед за средствами макияжа, место в сундуке начали занимать полакончики с какими-то прозрачными маслянистыми жидкостями, название которых я не знал. Должно быть, для Денис было и любимое эфирное эквалиптовое пасло Мику. Открыл? И здесь код. Мой день рождения. Я почувствовал, как раз снею. Прости, пожалуйста, но я его, кажется, не знаю. Ну, чего же ты? Не знаешь, когда мой день рождения? Она прикусил кубку, посмотрел на меня снизу сверху. Из-под лоби я быстро-быстро моргаю, будто готовясь разревлеться. Ну, не выдерживаю, рассмеялась. Если я не ошибаюсь... Ну, как же. Она посмотрела на меня и ловнулась. А-а-а-а... Так получилось, что я никогда раньше у тебя не спрашивал об этом. И если на то пошло, то вообще не спрашивал о таких вещах. Одна так. Даже в голову не приходила. Не знаю, но... А я бросил взгляд на календарь. Через пять дней день у меня день рождения. Мне стукнет семнадцать. Что? Хотел бы отметить это событие вместе с тобой. Слабо влогнулся я. Не знаешь, кому в таких случаях требуется молиться? Не знаю. Мат так не усмелась воспитать во мне на башенстве. Семнадцатый год. Вместе с шестнадцать у нас было семнадцать. А вы говорите, какие-то вещи. А вы говорите, что я смотрел четвертый день, вы поймёте, о чём я говорю. Вот там такие вещи, там... Это полный же было. Нактурно вообще разговаривать с духами или богами, когда под боком напичканная электронная студия. Так, вот почему ты... Да, у нас там целая школа по уходу за голосом. Это кроме навыка сценического мастерства. Кабуки и целый куча других умений, присущих артистов. Только не думай, что я жалость. Мне всё это очень нравится. И всё своё время я с удовольствием трачу либо в студии, либо на сцене, либо в хореографическом зале. Она стеклась. Что? Нет, нет, ничего. Конечно ничего. Тебе в забытом графике придётся выкраивать пару минуток и под одного достовучего Семёна. Думаешь, я стану тебе больше помехой? Хай, глупость, Синечка. Ты станешь моим вдохновением. Синечка представляет, что танцую на сцене, а за кулисами ты ждёшь. Сразу же внутри, светло становится. Она при ладони по животу. Что ты здесь? Звучит, наверное, глупо? Нет, нет, не говори ничего. Просто до тени я не знаю. Судя по твоему напору... Ну, ты скажешь тоже. Ваша же поговорка. Глаза боятся, руки делают. Есть такая, но всё равно. Если бы я был такой же уверенный, как ты. Синечка сцены. Приступать и перерабатывать себя, это первое, чем я научилась. Зерно, единственным её славок, было не только зерно. Я хотел бы подошли без света и с подбой подводя к вопросу о том, что же она такого может знать, чтобы быть так себе уверенно на нас прорвали. Привет, ребята, не помешало? Привет, Леда. Ты как я уже упаковалась? Ну, я в целом не распаковывалась. Мик ухихикнул, прикрыв под ладошки, и чуть прокраснела. Я книжка отнесла Женя. Сейчас бельё сайта сда. И всё. Этому днём ей больше ничего не должна. Кинув нам, она поджёг кровати и, споря, демонстрируя неюжинный опыт, сняла и собрала навыочку бельё с полотенцами. Вот и чё, чемодан из-под кровати, оставила его под стол. Выдохнула. Что? Нет-нет-ничего. Могу бы всё это время стояли, наблюдая за её сборами. Да-да, стоит изреча после огня и воды, за которым можно наблюдая бесконечно. Мико, если хочешь, я могу и твоё белье отнести, но снимай его сама. Прозвучало многозначно. Ой, да, ну, ой, донулась. Она прокраснела, сбежала под наш двойный смех. Вообще, стоит прислушаться. Ты о чём? Давай-давай, винились. Она подела меня с кровати, где я засидён. Я пока чем-то тут покою. Помоги девушке, собери постель. Мне бы кто постель собрал. Да-да, а потом к тебе пойдём. Мы пионеры самостоятельные. Так я... Так, значит, я дошёл сейчас твой постель собрать. А ты мою? Ну, и ладно. Мико бодрилась из всех сил, улыбалась и пыталась благоварить. Мне тоже грустно уезжать? В ответе я не высказанную фразу. Не грустно, не страшно. У нас ещё три часа. Давай не будем тратить их на вздохи. Ладно, и собери уже постель. Как прикажете? Опять, Мико, конечно, тоже на рече ствол. Хотя я уже давно ничем таким не занимался. А те, кроме Пайтонии, какие вещи больше? Зимни, ботинки, да светочниками. Придёт их и надеть, ведь я сдал форму. Точно, ещё же форму сдать надо. А то я к ней привыкла за столько времени. Как не хотелось немного подержать в руках пельё. В невозможно хранящий запах девичьего тела можно даже понюхать. Привык уделать, это я не решился. Ты... Пиздец какой-то. Ещё обзовет извращенца и поколотит. И будут права в целом. Ну что поделать, если для меня запахи всегда значили практически столько же, сколько зрения, вкус и звук. Бот. Я бросил на полоскомпанное внутри навочки пельё и, припомнив, как это обычно делать, застенил тонкое дьявол поверх. Матраса придавил подушкой и повернул пару раз, сделал скатку. Всё как в лучших домах. Не благодаря, я знаю, что мой инвалид. Поболтится ты. Я смирилась японка. Кто бы мог подумать, что я приеду в связь и встречу здесь такое вот... Такое вот что? Догадайся. Мико побросил всё в чемодан, и теперь тот отказывался закрываться. Она попыталась закрыть её, опираясь руками тщетно. Купо неожидаемо, что следующим шагом она попыталась надавить на неё все место, став колено на жёсткую крышку. Ну, а по-моему, под весом её 40 кг многочисленные партии начали утрамбовываться, а в пасхаре свести замок на биджуху. Правда, я знал, чем это может кончиться, поэтому подскочил и резко нажав, быстро защёкнул замок. Ух, спасибо, ещё чуть-чуть, и я бы как-то мультяшка улетел в окно с запущенной крышкой. У тебя были прияты, а вот удариться могла сильно. Впрочем, я не стал говорить об этом. Хватил я одного моего спонтанного жеста для того, чтобы подпортить настроение опоры. Мгновением перехватил дух, и я пристал, когда дуло составляется, Мику выходит и попадает в объятие отцов. Представляет меня. Я бы тебя поймал. Ты бы не успел. Здрасте, я же успел тебе крышку закрыть, и тебя бы поймал. Ты сделал, может, на меня рассчитывать. Ты, иногда мне кажется, что тебе больше лет, чем мне. Вообще-то да. Я бы не сказал, что кажется. Я не понял, комплимент это был или оскорбление, а мне продолжу. А иногда я себе твои старшие сестры ощущаю. Неужели ты всегда будешь добиваться? Ну, здесь нужно было изобразить зандучего физиономия, надеясь мне удалось. Сень, я серьёзно. Я тоже. Я не хочу стремиться большим заскученным взрослым. Наверное, этим тебе и понравилось. Не знаю. Ну, явно нежность. Видео я в стеркви себя. Ничего особенного. Уныные, между прочим, считаются грехом. Так что на жизнь надо смотреть проще, веселее и непосредственнее. Да, впереди возможны сложности. Вернее, они так и как раз неизбежны. Но разве это плод, как бы сейчас складывать в лапки, вожиться на бок и страдать? Нет, конечно, просто иногда мне кажется, что твоё несерьёзное отношение. Что вам? Вот так, ничего. Нет, аж сказала А, говори Б. Хорошо. Татья, смотря в сторону, Мико поколебалась с пару секунд. И, наконец, выдала, да так, что я где стояла, там и села. И, будешь, что ты, конечно, несерьёзно, ты нашла к своим обязательствам. Тинь-тинь-дон. У нас в новости. Оказывается, у нас появились обязательства. Обязательства? Семён. Впервые за своё время знакомства он назвал меня полным именем, подчёркивая значимость разговора. Да, и прям грустно. Как твоё имя социализация с неприятностями? Ты дал мне несколько обещаний. Я дал тебе несколько обещаний. Поэтому у нас появились обязательства друг перед другом. Намекаешь на то, что я могу сбежать под шах пост, испугавшись трудностей? Скорее, ты можешь просто махнуть рукой и столкнуться с чем-то непроизоримым. Но ведь у меня теперь есть ты, есть стимул. Это не то, понимаешь? Нет. Честно ответил я. Я собираюсь быть с тобой. И искать в этом какие-то потаённые смысли. Уволите. Если слишком много думать, голова заболит. И вообще, когда-когда прикажешь радоваться жизни и тебе, здесь сегодня по графику мы смуряем и посыпаем голову петлю. Мика устелась на чемодан и мать посмотрела на меня. Взгляд у неё был из учащихся, каким-то потерянным, что ли. Вот она потеряла надежду, но не веру. И это вера в меня. Может, только с таким подходом. Подходом удастся прорваться? Прошептала она. Мы будем бельё и не собирать. Разговоры сегодня были один-другой тягостнее. Вместо того, чтобы наслаждаться временем вместе, мы унываем и унываем. Ты знаешь, нет, иди к себе собирайся. А я пока до рубки схожу. Заберём микшер. Может, я помочь? Не надо, Сенечка. Мы быстрее управляемся, и больше времени останется попасть в песню. Мы и так вместе сейчас. Сень, пожалуйста. Можешь ли с ней бок о бок и расставаться только на сон? Я клянусь тебе никуда и не делаю. Но давайте фокусируемся на беготне, чтобы немного побезденечить оставшееся время. Ну, договорились. Я бы в корне согласен с такой постановкой вопроса. Сень? Да? Сеня, что? Я тоже не хочу расставаться, но мы дальше торгуемся. Она опять была права. Видимо, талант у неё такой. Быть правой. Надеюсь, за время, пока мы по-разному из них ходим, не случится посольского автомобиля и экстремного концерта где-нибудь у чёртов на куличках. Увидимся. В отсутствие альтернатив пришлось делать что-то сказано. Я попривался к себе. И на самом пороге столкнулся с вожатой. Собрал свою принцессу уже. Да, честно. Утюграю, что вы не ругаетесь. Как будто мне никогда не было 17 лет. Мокнул рукой вожата. Да, а мне показалось, что уже родились такой серьёзный и скучный. О, сколько я вас таких слышал. И сколько мне глаза открыло. Эээ, о чём это вы? Ты уже достаточно большой. Может, попробуешь в следующем году помочь вожата приехать? Зачем? А допустим на правах взрослого. Ну, тут когда-нибудь так называли метеор. Я была непосредственно в лямке. Я нашёл, что в этом положительно трудно поверить, но вижу на кемном. Уверен, вы не скучали. Не видишь, да? Неудивительно. Привык ленивый вожатый в шезлонке с книжкой, который считает, что пьяня – это машина для подметания площадь в площади. Ты приезжай, приезжай. Я тебя удивлю. Ура, постранишь, пропускай меня в домик. Разбросил пьяниску формы. Я надел старую футболку. Перепаялся в джинсы. Пришлось удалживать вожатый сшил от стола. Для того, чтобы повернуть новую дырку. На старой позиции жил с меня неизбежно сваливаюсь. Зимние ботинки. Остатки машины по карману. Повязанный на бедах свитер. Я был готов к труду и обороне. Форма заняла свое место на печках. Постей на белье, навочки, постей в скатке. Я делался в машинальном режиме. Это для меня не сразу дошло, что вожатый слышал и что-то мне говорит. Часа, поторопись. Простите, что? Я говорю, автобус подойдут на 2 часа раньше. Так что у тебя времени только на то, чтобы быстрее собраться и двигаться на остановку. А как ошиблику, я же направил свою леню на помощь. А сама своя помощь нужна? А зачем ей помощь? Она вместе со мной вас сопроводит. И зато вернется обратно. У нее путевка на 2 месяца и оперный театр. Вот же! Я ей говорю, приезжай еще. В следующем году своя тоже будет. Так, ладно. Время не болтать, нет. Двигай ко остановке. Я пробегу по корпусу. Посмотрю, не забыли ли кого. Два часа раньше. Блять. К остановке добрался чуть ли не к самому последнему. Почти весь лагерь уже собрался здесь. Впереди они с нетерпением болтали ни о чем. Ходили туда-сюда, размахивая руками. Все это создавало впечатление живого роя. А во мне снова подняли голову мои социалистические инстинкты. Укрыться от толпы, заткнуть уши, спрятать голову в песок. То, что ты не любишь. Лена подобралась незаметно. Не смелет даже на то, что за ними не погромых его на колесика чемодан советского расцветки. В клеточку. Вроде того. А где крови? Крови? А те королеви... королевишину протерял. Скоро будет. У меня два чемодана. И слава поблагает. А что же не ты? Да я бы с удовольствием, но мы уже однажды разминулись. Я криво улыбнулся. Больше не хочется бегать по лагерю и искать на фоне отходящего автобуса. Нет. А ведь мы могли бы остаться. Глазночий сказал Лена. Каким образом? Перед сменой попросил поработать. Ну-ка по плату могла... Могли бы путевку продлить. Ну и тебе. Понятно тоже. Не... Ну... Не в этот раз, наверное. Все, спешите вырастить друг друга. Не сказать, чтобы... Я замучал, не знаю, что сказать. И когда бессильный попытка подобрать слова обернулся к Лене, понял, что уже пару минут молча наедине с ним собой. Лена исчезла. Наконец подрил первый автобус. И вожатый младших отрядов бегло пересчитал своих хлопцев по головам, а изгрузились и отчалили. За ними двигаясь по возрастающей 4-й, 3-й, 2-й отряды. Моя старость последняя. Все здесь. Спасибо, Волика. Кажется, скрипт на воротах и к нашей известной компании присоединились наконец с Авианико. А вот это я не ожидал. Вот так вот. Хороший, как будто. Хорошая тежка. Салит оставил свой чемодан вену с ней. И подминув мне, отыжег из с одной мастер-пионер. Я же сам подошел к Нико. Здорово, глядишь? Я вот что заметил, вот это вот, это ленка, лента. Это же, ты старый. А, ну да. Здорово, глядишь. Правда? Николин, как мне ничего. Аждай мой реакционер. Конечно. Правда, открыто. Я бы тебя такое из дома не допустил. Легшечность, так ужасно. Да не, все прекрасно. Но, нифига, мое. Мое. Нифига, мое, мое. Поняли? Или это мое? Разглубалась Нико, обманывая меня руками. А вожиданность все это время толкают какую-то речь, иначе об отсутствии ответственности в долге. Ну, или о чем он обычно прийдет на линейках. Приняешься за перемер. Особенно, если это пример от того, как можно загрузить ближнего своего. Метеор, надо же. Надеюсь, это не имеет отношения к метеоризму. За неделю она не давала поводу думать так. Терпела. Автор репетит заявил внутренний собеседник. Девочку свою в автобус поцеловать не забой. А то мало ли. Ты что-то знаешь? Да, чем с тобой? Клоунам может узнать на реках. Правильно только о том, что ты клоун. Наконец, на петлочке вернулся автобус с огромной цифрой 1. На любом секре. Первый отряд строя, а с сотки зацеплены, в битве за смену. Мы организованно побросали наши чемоданы в багажное отделение. И организованно уже протиснулись внутрь Икаруса. Того самого. Кстати, я прекрасно помню все эти флажки у зеркала. Ну, ребята, я не знаю, какой конец. Так что, готовимся. Сколько времени миновало с момент отъезда? Я сберу со счета. Мы тебе говорили в миг обо всем. А чем только можно? Пытаюсь, правильно сделаю реакцию. Я же прикидываю, куда ей лучше всего поступать у нас. Пока я вырастаю социалов. Сошлись на мысли, что лучше оставить аппетитерство, как оно есть. Шесть часов неспешным маршем. Мико, запомни одну вещь. Я хочу, чтобы ты помнила о ней, что бы ни случилось. Походу. Мико сидел рядом. Ты не можешь считать меня как кем угодно и восстановить как угодно. Но я готов рисковать попытаться начать жизнь здесь. И эта жизнь должна быть посвящена тебе. Я прикинул, говорил ли, и пришел к выводу, что один момент все же посетил из виду. Видишь ли, в своем мире, в своем времени я страшно, чем здесь. Ух ты, насколько... Но очень много, Мико. Мне сдали за 25 там, где я живу. Ты мне больше покраснел. Насколько здорово. Выше 30. Так ты взрослый дядька? Он прикрыгнул ко мне и уложил голову на плечо. Я это к тому, что все это не имеет значения. Для меня самое важное это ты. Я и здесь, и сейчас. Ты карать тебя. Ты видишь прекрасное вещи. Наверное, много кого сама болтом не свел. Сонно-мурмургнула она. Ага. Сонно-мурмургнула она. Я чувствую, что что-то произойдет очень скоро. Поэтому ты держи мне сапку, хорошо? Мико не ответила. Скажи, что глаза я увидел, что она спит. И вас с ней улыбается. В какой-то момент я в оба шевельнула и успела, что-то произнести. Синечка. Блядь. Мало по малому весь салон паруси сжался в слот. С задних крейсов перелестали доноситься азартные ошибки картами. С предыдущими, наконец, замолчал Уайдор. По голосу и плающие какие-то местные шлягеры. Осталось ночь. Стоящий автобус. Гума Торо и я. Малой Амику лежал на плече. И мирно, и спокойно от того было. Не хотел шевелиться, чтобы лишний раз не беспокоить девочку. Я прыгнул назад и задремал. Блядь. Какая концовка. Блядь. Ну, ребята, мы попали на истинную концовку. А я честно говорю, это истинная концовка. Под названием «Мёрзну без тебя». Я мёрзну без тебя? Наверное, ты меня уже ненавидишь. Хотя бы за то, что не сдержал простейшие обещания. За то, что не смог. А я скучаю. И снова не знаю, что мне делать. Может быть, если я сдержал тебя крепче, любил сильнее, да просто хотя бы хотел искренне, от души, всё было иначе. Может, так же, может уже такое быть. Блядь. Ну, блин. Я где-то знал, что произойдёт именно так, поэтому ни капельки не удивился, когда закрыл глаза в автобусе, несущем сквозь летнюю ночь, одного губника пионера, насыщенной в неизбытной мечте. А открыл, обещанная резинка, тянущая меня, оказалась сильнее, и резким хлёстным ударом, дёрнула домой. И этот резко утрога натянутый нерв. Сухо, полточок на боёк по пустому месту, барабани, во время моего кона, русской, поведки. И мои бесполезные мозги не пролетели крас, красить ярко-серый, ярко-красный. Я могу оно сказать, ребята. Если вам песня как-то интересно стала, я вам скажу название. Просто скажу название. Не больше, не меньше. И это называется «Фроссвит Холлию». Мерс, но без тебя. На. Как название этого? Ну, смотрите, название сочетается с названием музыки. «Фроссвит Холлию». А может, это звучит как заживая разрываемая плоть, куда ты намертво взросла. Я не буду исправить твое право и иметь собственное мнение обо мне, о себе. Мне хочется дарить себя при мысли, что ты нашёл кого-нибудь лучше меня. Мне хочется резать без тебя при мысли, что я из себя нашёл кого-то, кто не ты. Ты лучшая, что со мной случалось в жизни. Ты единственная, что в ней случилось. Что стала с той наивной девочкой, что задорным шагом пересекает сцену и любит весь мир, находя в сердце и для меня уголок. Но когда ноет и ноет внутри рваной болью, что такое, с которой я не в состоянии совладать? Я просыпаюсь с кошмарным бредом. Буду быть тебя нет. Десяти... Десяти... Блин, я не мог бы читать, ребята. Пиздец какой-то. Ой. Десяти-ракошмарным от того, что он и есть моя реальность. Без перехода к гудению мотора автобуса, к зазыванию ветра снаружи капюшона, перекатываем базов в внутриканальных наушниках и тянущих земле груз из грязного воздуха. Пусторная душа в глазах окружающих. В чужом мире теремь шагающий с моста воду от человека смех лицом. Мобилогически старше меня. Федичек крепче и социально успешнее. Ну, поехали. Ну, капец, ребята. Не хочу. Ой, это... Я отвечаю, мне хочется плачать. Это капец. Мы все делаем, у нас должны быть... Попали, вот... Я не... Я чувствовал, что попадем к истинной концовке. И вот, мы попали к истинной концовке. Руки с холстой по обледенелой оборе. Обтирая ногти, я отцепился за какую-то закрепку и, снияясь у менять колотящее сердце, прижался и расплотался по выкрашенному из шаровой краски и тричным духом. Нелегко шуршая по крышке, кремили тормваи, спешили люди, а я дышал, уверялся в том, что жил. Недолго, ровно до тех пор, пока я не вспомнил, откуда был изгон. Самое сложное было не вжиться без памяти. Паспорт в кармане не указал, где я не живу, и не установить контакты, которые должны быть у человека, внутри которой я открыл глаза. Все это, включая в управление японских визы, было ерундованным делом, тем более, что за краном я уже давно был. В кармане нашлось несколько красной бумажек. Кажется, тут я, с чьим местом я занял, недавно получил зарплату. Наверное, это был некий тест на выносливость. Звонки каких-то людей, требования, приказы, запуги, женский голос, на который чуть было не отзывался, не я, а тот, другой. Наверное, можно назвать его носителем. Как бы пошло это ни звучало, это не имело значения. Береже с темой был из Москвы, решилось прыгать в полночный экспресс и нестись туда. Гнали, гнали меня ноги. Я и сам не позволял себе расслабиться. Чувствую, как постепенно асимулируясь носителем, как наши воспоминания становятся общими. Закрыть глаза. Представить, чья память. Выброшенные 300 раз проклятые коньки, заброшенные в самый дальний угол после травмы ноги. Зачем их было доставать? Зачем было бредить память? Откуда нам вообще взялась эта память? Мы же виделись всего однажды. Зато целую неделю. Лето, шесть дней летом нибудь. А я снова не могу устоять перед ее просьбой. А Глайн Стоп снова резко колет фантомной болью. И в небо стремится ледяная пыль от слишком резкого торможения. Но тело самого вспоминает, как стоять, как двигаться. Как будто сейчас на кураже. Радый восхищенный глаз, но согласилась забыть о том, что произошло в действии еще. Береже сейчас все трясет. Маленький, неуклюжный медведь. Плывающий на коньках. Чтоб порадовать симпатичную девушку с очень грустными глазами. И сосы приволняется в ритмом взвесе. Подсвечивая ее россыпи бриллиантом. В остывающем воздухе и затухающем памяти, что все никак не заживет, сука. Не потребовалось все мое мужество. Все остатки черствости и остраненности. Для того, чтобы просто не трястись на таможне. Машина отвечая на какие-то вопросы. Я наблюдаю за разворачивающейся памяти пара. Я старался удержать себя. Семена, того самого живущего перед монитором. Того самого, что вытянулся чисто и уберет несуществующий лагерь. Ведь именно ему принадлежит самое главное сокровище. Память об одной очень красивой девочке. Поэтому перерет и запомнился совершенно. Оба кресла рядом с мной были свободны. Смоне подавались что-то горькое, округольное. И я пью. Ни чувства, ни вкуса, ни жения, ни спирта. Где моя Мику? Где она? Почему эта женщина молодая, еще в топоры просидевших прячет глаза? Что за радость нам выводит из-за щука? Неужели в квартиру Мику? Она сойдет у меня в кэп. Прочу вводить бумажку и несколько ассигнаций. Ёбаный мальчик. Ёбаный мальчик. Узкая гранитная плита с вертикальной строчкой. Одна из десятка тысяч в этом насквозь в цивилизованном месте. Иероглифы, которых мне едва хватает на кучу честь. Пусть зита на Мике. 11 августа, 1973 года. 20 июня, 1991 года. В глазах дрожит и плывет мир. Что это? Что? Какая на Мике? Почему здесь я? Я падаю на колени. Переломаны пополам высшие ауы, режущие бои. Вспоминая, вспоминая. Будто что-то, до поры спящие, проснулось сейчас внутри меня и сбросило шерсть воспоминаний. Что милосердно были спрятаны под толщу лет. Дни четыре. Я убежал от мультира в пешеходном переходе. И буквально со всех мах откнулся в массу в чьи-то голые ноги. Не знаю почему, но мне буквально покрыли волосы и знакомки. Длинные, собраны два хвоста. Даже больше, чем ее экзотическая внешность. Очень красивая, очень молодая. Очень печальная. Ух ты, ёб. Ладно. Ты потерялся на уши? Нет. Я маленький. Не уйдну очень самостоятельно. Мама газету покупает, а я ее охраняю. Правда? Почему глаза в слезы? Давай отойдем к тебе к ней поближе. А то мало ли что. Дни пять и не выписывались из больницы после позорной болезни. Как бывает только у маленьких детей. Что не хотят подожжать Юля, прежде чем цепляться в очередной пост черники. Меня спускает в фейер, где уже ожидает встречающаяся она. Вот и снова сидишь, малыш. Улыбается она. Как ты? А я вас помню. Правда? Незнакомка ощутима вздрогнула. Что ты помнишь? Я помню, как умею к маме отвери. Вот и умница. Она по ней разгреет потолку, часто-часто могла. А теперь давай вернем тебя обратно в лагерь. А то до конца смены всю неделю осталось. Это снова она. Нечет не изменившая. Очень красивая девушка с огромными печальными глазами. Цветы морской волны. С длинными волосами. Перехвачивая за кокнами по обе стороны головы. Два хвоста. Я воспоминал из раннего раннего детства две крохи. В случае с коньками, ее концерт у нас в школе. Она была всегда. Я мокнул под дождем. Пробегая пальцем по выбитым камням иерогрифам. Дни шесть. И мы снова видимся. Я сказал, что женю из нее, когда вырасту. Она всегда сменялась, когда говорю такие вещи. А тут заплакла. Закричала низкое небо. Поперкнулась дождем. Замолчала. Притиснула меня к себе. Гладя по волосам. Испугавшись, пытался ее защитить. И защитить сам. Мне стало страшно того, как легко оказываться сделать человеку больно. Как это неправильно. Так нельзя. Нельзя. Мне придется ехать на несколько месяцев. Немного успокоившись, сказала она. А потом я к тебе приеду. Врет. Дети, животные, умирающие люди. Они вас... Они все чувствуют. Они все чувствуют смерть. Напомню, это слишком просто, чтобы можно было отмахнуться. Так раз еще не знал, что она умрет. И я не хочу ее отпускать. А она, присев передо мной к карточке, которую Рис обняла, из-за всех все выдохнула. Почему ты не вспомнил свои обещания? Пусти ты на Микки. От отца моего отчаянного будущего. Ядер. Ядер. Она так никогда с тех пор и не пришла. Вместо этого пришел я. Хватит зарабить сердце знакомой пары Канзи. Будущее. Умирая. Мику. Отчаянное будущее. Отчаянное Мику. Значит, на Мика, это ты. С прилипленной под прозрачной поясной пластиковой фотографией, на меня смотрели бесценные огромные планы небоза. И спад акмарины на челке. Меня снятся сны. После которых плаща ощущает себя никому не нужное. Интересно, импакт 30 это рано или нет? Простите, вы должны быть Семен? Вот или меня зовут иначе. Но я киваю. Какая разница, как меня зовут? Если я знаю как Семена. Но Мике почему-то очень красиво быть в этот день. На ее могиле и в передаче человека по имени Семен. Вот это. Старенькая, сухонькая женщина. С третьих лет. С очень знакомым голосом. А вы? Мама. Она протянула мне пакет. Откройте где-нибудь. Я буду послушать. Хорошо? Часов позже. Толк поднимем по району. Я сижу на кровати. И трясущими руками открываю герметичный запаянный пакет. Странные предметы. На первый взгляд незнакомые. Но. Четыре сложные бумажки в клеточках. Исписаны знакомые знакомые почекам. Корреческое переключение. Композиция. Волкмана, видимо, все-таки отворилась. Сам Волкман Старин потертый. И прятен в море волос под обложкой индийской соображения. Отсунули мифу. Письмо. Здравствуй, Сенечка. Мир уже не тот, что было у нас с тобой. С меня никто не помнит. Тебу-то бы и не было никогда. На все мои вопросы все лишь разводили руками. Только реально подозрительно шмопал носом. А я проснулась одна. Несмотря на то, что засыпала на твоем плече. Мир уже не тот, что должен быть стать твоим, моим. Я запретил отцу у нас зачастуюсь. Я запомнил все-все, что ты мне говорил. Ну и у него это интересное время. Мне очень бояться проклятий. И жить в интересном время. Мне совсем не хочется. Как на дела плохо. Не заступаю, пою. Пишу музыку и тексты. И вроде бы они уже не хуже других. И люди, слушая их, качают головой в тарк. Но все не то. У них тебя нет. Понимаешь? Я скучаю. Что? Ну то хочется закрыть глаза или нос и ваги. Туда где-то заходишь ко мне в кости. Прочишься слезы под челкой. Ясь по туда, по клавишам. Но так бывает только в сказках. В глупых, наивных, романтиках. Вот я не могу читать. В глупых, наивных, романтиках. Идея героя счастливо соединяется. А у нас не вышло. Счастливо. Ты симпатичный, молодой человек. Пять лет от рода. И разумеется, ты меня не помнишь. Я сразу слезно. Не видела тебя больше года. Я сразу узнала. Прешу сводить себе силой от твоей женщины. Надеюсь, она тебе хорошая мама. Надеюсь, у тебя будет счастливое детство. Раз уже несчастье с тобой выпало всего шесть дней. Я глупая, я знаю. Но я заблотил из больницы два месяца назад. Не спрашивай, что мне это стоило. Ты снова меня не узнал. Наверное, и правда существует книги с законами разданий, которые меня манишь. Но я утешу тебя надеждой, что вот сейчас поставлю точку, и это письмо стать ненужно, и ты появишься передо мной. Настоящий. Взрослый. Мой. Загоняешь глаза привычные, но не улыбчиво. Скажешь очередную умкомысленную вещь, на которой я буду думать до утра. Ты заберешься в путь в страну, где есть скайп на интернет и личные телефоны в пользу. Мне почти разлучилось верить в тебя, но продолжаю верить в чудо. Ты и так не захотелся становиться частью общества. Вместе с этим ты просто исчез. Ведь это проще всего. Только не подумай, что я тебя обменяю. Кажется, ты в самом деле не мог это контролировать. Да. Не мог. Значит, отчитывая 108 многогодных ударов, а с малой пипельницей предсказаний, да просто бросая монетку в фонтан, но удача не всегда задавая одно и то же желание. Я хочу, чтобы 29 декабря, ведь именно в этот день и началась эта история. Я хочу, чтобы Россия. Я хочу, чтобы 16-й год. Я хочу, чтобы ты. По статистике любое, даже самое невероятное событие, имея все шансы сбыться, если применять его как в бесконечной вселенной. Я наберу твой номер и услышу твой голос. Хотя, конечно, это не научная фантастика. Я уже, кстати, наберусь все номера, что ты мне оставил. Там нет тебя. Но я все равно надеюсь. Я хочу к тебе. Самая большая ценность – это твоя улыбка. Хотя ты так неохотно улыбаешься. Избыточная мечта, об которой я ранюсь и ранюсь, но не могу ли не касаться ее. Зачем вообще все это было с нами в съемке? Разве так честно? Я хочу научиться рисовать. И я буду рисовать тебя. Иначе, однажды ты забыл, как ты выглядишь. И одним чудом на свете станет меньше. Сейчас, пока ты все еще не на расстоянии тепла. Ты называл наших инженеров гениальными. Но почему до сих пор не приду на машину, которая рисовала бы мои сны? Ведь они полны тобой. Вот смотрю на это фото. Тебя плачет, как будто она делает так, что она плачет. О, боже. Может быть, тебе и правда никогда не небо. Я просто видела сон, которым заболела. До себя когда не было рукой не достать. Я пыталась, ты знаешь. Наверное, все, что мне осталось, это ждать. И однажды ты догонишь меня. И я буду ждать этого. Твоя мяку. Блядь. Вот так. Я все-таки сдержал обещание. Тупо смотря поток, произнес я. А ты обманула. Дальнейшее было, как во сне. Остаможка, брошенные вещи в камере хранения. Двенадцатичасовой перелет кукла. Маш бросок до московского зала и... Батери один, любой. Плац, боковое, батарето. Плевать. Паспорт давайте. Паспорт, мужчина. Слышите? А чему дверь? А-а-а. Все, понял. Мы, короче говоря... Кажется, он вернулся как-то. Я сдракивал и открываю глаза. В салоне Волги. Перепястью испортил пионер. Я упустила машину в занос. Поворачивался в погремевшем мимо бреновоза. Тут же отбегал свой цикл. Не надоело еще. А почему не должно надоест? Да потому, что ты уже в двухсотый раз пытаешься выправить ваш роман в правильное русло. Но правильное русло не существует. В твоем мире она программа. В ее мире ты просто устойчиваешь выражение для обозначения шизофрени. Вот вам и ответ. Раз мы не можем пересчистить только здесь, значит, мы и будем жить здесь. Дело твое. Ты знаешь, что твое тело в твоем мире медленно умирает. Я помню, как вы говорили это уже. Я улыбнулась. Значит, вы помните, что я обычно отвечаю. Правда? Что ж, отговорить не стану. Дело добровольно. Удачи тебе всяческих. А наставил машину. Может быть, тебе повезет хотя бы в этот раз. Ребята, истинная концовка вот такая. В машину ехал, оставляй меня перед воротом соберенка. Привет. Здравствуй. Осторожно ответил я. А ты почему еще здесь? В акцентах же давно приехала. Я это. Никак не удавалось отделиться от впечатления, что я актер в какой-то постановке. Поэтому я сделал глупый вдох. И спросил о том, что мне действительно заботят. Скажи, пожалуйста, а Мику на месте? А ты знаешь Мику? Удивился. Я, скажем так, ее давный поклонник. Улыбнулся я. Дорогу, может, не показывать. Сам найду. Запах дыхания с припасом лакрицы. Эфирная масса с запахом на хлорито. Пусть поцелуев губки из сухих. Каких раскаленных полутень влаги, которого никогда не было. Глупо, глупо. Но голову напекает неподдельная жарка. И одежда снова сваливается с меня. Видите, она пошита на капот тут чуть больше меня. чуть объемнее. Полтора метра беспечности гипнотических плывущих волос и жизненно радости присущие присущие лишь одному существу во всех обозримых вселенных. А я, разбегаясь, подбадривая сременную колокольчиком голоса, призывающих победить чудище. Во славу своей царевны и, сделав несколько шагов, прыгаю. Зависая в воздухе, согласно с своей неизбыточной мечте о полетах на его плечу, и белых хлопок рубашки становится темней, цвет страшного, чудовища, фыркующему и громко крохот тупающему. Какой симпатичный. Умеряет на солнце. Неосторожно протягивая пальчик в настоящий хищный заостренный мордочке. Если бы не моя реакция, то цепился бы куда только острые зубки затянутся. Мику аккуратнее, отдергиваю я. Ёжик очень больно кусается. Чудовище повержен отважной рыцарь. Протирает верный клинок, отраву и необрежно бросает ставим нож. Теперь можно идти и на заслушанные награды. А как же? Несмотря на то, что я до сих пор тихоря переживаю отрезать себе локон волос и браслетка из каких-то шелковых ленточек, уже нашла свое место на моем запястье. Притем туда и цвет дам моего сердца. Мику вознаградил мне за помощью в виде. Ты знаешь, она с этой спиной не оборачиваясь. И смогу куда-то вдаль, где под длинной неспешно собирается в губочный фонд. На моей родине кремит мягкий-мягкий. Он за сам держит ветры и переходы между временами иногда чаще заметны в парус растений, чем температура. А она расправляет плечи и остается только в моей памяти навсегда ненасложно худой, подпочинившись оставшей левую ногу в сторону. Девочка загадка непонятно зачем прислухающие чуши, что я обычно не сон и не прогадавшие. Человечек сделавший эту вселенную на одно из этого чувства теплее. А он спрямо чувствует, как леток переводит за середину и окатывается по нами к южной широтам, освобождая место прохладе. Зима грядет. Шутка спрашивает грядет. Я подошу к ней сзади намереваться в ней за плечи, но она резко оборачивается и на секунду мне становится жутковато от ее взрослого взгляда. Разни мне, Семен. Строго попрошает она. Почему ты свое время не тратишь? Я же плохая, бракованная. Мне постоянно надо пополнять и отдергивать. Тебе правильная версия или правдивую и настоящую. А настоящая версия в том, что мне такая на только и не нужна со всей своей неправильной листью. Мы доходим. Мы подходим. Я закрыл глаза и затаю дыхание, ожидая свое законное чудо. Вот сейчас где-то вне дыр мира повернется шестеренка и шевер солнечным лучом защекотит нежную кожу, застает чуть сморщиться очаровательный носик. Одна девочка с огромной коваримой глазами грустнет на секунду, сама не понимает отчего. И в легком воздушном здании с огромной окнами навстречу солнечным ветром. Смотного стона у вас спор кузбуки больше похож на видение сердца. Можете счесть недвижения? Спасибо. Пример степень привычно скрипит под ногой. Здесь все добро и знакомо. Истечен гладк плафон, длинные скамеечки и розетка, куда обычно подключаем магнитоплон для плетиться на свежем водушке. Даже круглая ручка норовящая выскость из враз ослабших пальцев. Привет. Дорогие, в глазах отражается японское море. И мир плавно замирает, останавливает мгновение, которое будет со мной до конца моих дней. Ты, наверное, новенький? Она хмоется, не узнавая. Нику. Да? Откуда ты знаешь мое имя? Наверное, вожатый сказал, да? Тут ко мне редко кто заходит, а ты новенький. Наверное, послали лагерь обходить. Ну, ты захоти, конечно, мы тут всегда сидим, то есть я, но если ты знаешь, то будем сидеть вместе. Знаешь, медно произошло я, а искусственное, чтобы не разрывиться глупым, горят какие-то острые аллергии. Если не хочешь, чтобы тебя люди сбегали, побои, как поешь. Одна фраза, одна мысль. Хотя, кто когда поверит в эту глупость? Опа! Под ногами скрипнул один раз, когда пространство между лагерьми не стало, пространство между лагерьми не стало. Я тебя никогда не сбегула. Она чуть не сбила меня с ног, но я сейчас это не имею никакого значения. Мику, Мику, Смена, ну как? Молчи. Я пригладываю пальцы к Юкубам, пусть и сметят опасаясь сейчас проснуться. У него получилось! Моя Мику. Или мне следом звать тебя на Мике. Есть! Ух ты, блин. Ой, ёпта. Получилось, ребята! Команстоп геймс и УКГОВТИ благодарит вас за время в зареной игре. Благодарности! Задлежу? А! Блать! Ой. Семь не нет. Бета-тест. А! Кто проверял бета-тест? У-у-у! До свой благодарности получ за калортина из рука. МД за адаптацию Гриф Стим Перегард Чиз За кошка Руд За деньги и помощи их реализации За новую карту ЛАЕ За новой СДЖ Сценки из ТБ За вдохновение и контролируемые приступы к позитиву Все ссылки мы не обманываем, но не забыли Получилось, ребята А почему это истинная концовка, я вам покажу Где она Смотрите, прикол Так Вот, родоведущая Специальный Рудник Таблис Основная история И родоведущая, кажется Вот, вот он, видите Истинная концовка Хорошая Редактор субтитров А.Семкин